Привет, это подкаст лица геймдева и я его хост Юджин Шевченко. А мы уже всё? Да, мы уже... А, я понял, это самое. Первая игра была электроника автогонки. Это такая штука вроде Тетриса, только советского производства. Она была толстая, толщиной нормальное издание Библии, а размерами где-то как Тетрис. Остальные габаритные размеры Тетриса, только толщина была очень серьезная. Там три полудорожки, и навстречу тебе постоянно движутся машинки по двум из дорожек, а твоя машинка внизу. Эти машинки были в виде двух пиксельков такие. И ты, значит, этой машинкой нижней просто джойстиком туда-сюда увиливаешь от этих надвигающихся на тебя сверху машинок. И эти машинки движутся всё быстрее и быстрее. Ты после определённого уровня проходишь, твоя машинка поднимается выше на одну ступень. И вот так вот, пока ты не дойдёшь до самого верха, эту игру мне привёз батька мой. Не знаю откуда, где. Ну, он, в принципе, тогда много и часто ездил везде, поэтому где-то он там её приобрёл. Надо сказать, что батя с нами не жил тогда. Приезжал ещё и втихаря от мамы, потому что мама не приветствовала этих контактов. Но зато мамина мама, бабушка, она, наоборот, к нему очень хорошо относилась. И она устраивала наши вот эти вот встречи по нычке от неё. Обычно тёща не любит. По нычке от неё. Нет, тут было наоборот. И батя вот всё время меня снабжал такими штуками. А сам он жил в Татарстане. Это город Набережная Челмы. Он там работал на Камском автозаводе КамАЗ, где КамАЗы делают. И он работал в последнее время существования ещё Советского Союза во внешнеторговой фирме КамАЗ, которая занималась именно продажами. Поэтому он ездил по Европе восточной много, всякие там Татры, Карусы, Венгрия, Чехия, все эти заводы. Поэтому он имел возможность всякие штуки привозить интересные. Он меня снабжал очень клёвыми книгами, всякой фантастикой, прочими интересными изданиями, которые было трудно надыбать тут. Ты упоровался в эти конки сильно? Не сильно я упоровался. Я тебе честно скажу, что меня вообще в детстве это всё дело интересовало так, постоку-поскоку. Ну, я ни разу, во-первых, не дошёл до самого верхнего уровня в этой игре, понятное дело. А потом я её вообще разобрал, потому что, когда там чуть-чуть подрос, она ко мне попала ещё совсем маленькому, поэтому я действительно... Это первая штука, которую я помню, как вот видеоигру. Хоть это и не видео, но можно сказать, что это оно. Да, это самое. Я её потом разобрал. Мне интересно было, когда я уже постарше стал, я просто включились мои конструкторские всякие вот эти вот штуки, и мне стало интересно, что там внутри. Я её благополучно разобрал, естественно, не собрал. Вот, и всё. Потом появились уже всякие тетрисы, ну, естественно, яйца падающие там, которые ловил волк, это тоже было. У тебя было устройство это? Да. Ага. Да, было. Потом появился тетрис, а потом пришли 90-е, даже, наверное, не 90-е, это ещё было во времена перестройки, где-то там 89-й, там 88-й год, когда постепенно всё это начало нарастать, приходить, у меня отчим, ну, которого я звал отцом, он на самом деле меня вырастил, ну, звал и зову сейчас, вот, он был директором Дома культуры. И в Доме культуры появились, появился видеосалон с фильмами про Брюса Ли там и про прочие, с прочими этими штуками, и появилась пара Atari Sinclair, вот, подключённых к телевизорам, на которые грузили, короче, с кассет, и тогда уже появилась возможность играть. Кстати, у меня дома потом чуть позже, к 90-му году, наверное, тоже появился этот Atari Sinclair, но почему-то, по-моему, мы его так ни разу и не запустили нормально. Что-то мы там пытались, приходили, кто-то там приходил, я ещё был тогда малой, не сильно разбирался в этом деле, но что-то там не получилось, и так он до сих пор, наверное, где-то и валяется, там, в каких-то антресолях, если там порыться, вот, то можно его найти и сдать в музей. Вот, да. Но появились игрушки, появился River Ride, появился, кто там, Pac-Man, ну, вот, вся эта, в общем, весь этот набор 90-х годов, как бы, которые ещё, которые потом переросли и перешли уже на Sega и туда дальше. Слушай, у меня к тебе немножко странный вопрос. Мне почему-то кажется, что Tetris был позже, Tetris уже был в начале 90-х. Может быть. Но он был, наверное, совместно. Но, может быть, у меня был Tetris в начале 90-х, у тебя было раньше. Я тебе сейчас по времени точно не скажу, когда у меня был Tetris. Дело в том, что меня игры с детства не сильно интересовали, несмотря на то, что вот у меня была возможность приходить и играть там, даже оставаться после, грубо говоря, рабочего дня там у бати в кабинете, либо там в вестибюле, где они стояли эти штуки, там загружать это всё, играть. Мне тогда было гораздо интереснее, например, выкопать какой-нибудь там ствол от трёхлинейки. Ну, а игры меня совсем не интересовали. Я смотрел тогда совсем в другую сторону. То есть для меня это было как-то так не очень. То есть с детьми палкой ковырять в грязи или ногой мяч бить тебе было намного интереснее? Не, мяч ногой так себе. Меня больше тогда хоккей привлекал, чем футбол. Ну, футбол тоже, конечно. Это были последние годы школы. Я тогда хотел стать машинистом локомотива. Что тебя остановило? Развал Союза, наверное. Ну, как бы развал Союза и утрата престижа рабочих профессий, скажем так. И вообще, наше поколение, оно же такое тяжёлое. Оно попало на слом и похно, на перелом и вот этот момент. И поэтому многие из моего поколения, они уже их и нету. Ну, то есть очень это по людям ударило. И я тогда тоже. У меня тогда сумбур такой в голове был. То есть всё, что, допустим, что я там думал, о чём я мечтал и что я хотел, вдруг как-то оказалось совсем, короче, неактуально, что ли. Ну, 90-е сильно перелопатили людей. Да, конечно. Я же говорю, я вот хотел реально класса до... Вот когда уходят люди после какого там класса? После седьмого или после восьмого? Обычно в ПТУ, там в ПТУ, в техникум и уходят. Вот. Я реально хотел стать машинистом где-то примерно до этих времён. И поэтому я, кстати, очень много времени проводил на железной дороге. У меня целая куча была знакомых машинистов, помощников. Мы часто прогуливали уроки там с парочкой ещё таких же сумасшедших, как я, друзей, как бы. И катались там на всякие перегоны. А как родители к этому относились? Да, как-то нормально. Но мама, она мне сказала, слушай, у неё, надо сказать, что она была очень образованным человеком, у неё было три высших образования. Вот. И поэтому на высшем образовании у неё очень сильно тогда клином свет сошёлся. И она мне сказала, я ничего не знаю, но надо как бы не уходить. С девятого или с восьмого класса доучиться и закончить, получить полное среднее образование. А потом тебе иди в железнодорожный институт, например, и вот делай, что хочешь. А я говорю, слушай, что ты меня пытаешься наколоть? Мне кажется, что после железнодорожного института я буду где-нибудь за какой-то решиной чертить что-нибудь там. Но в кабинета ездить я не буду. Потом случился, во-первых, вот как раз на это время пришлись 90-е. Я таки, конечно, остался в школе никуда. Тем более, что учился я вроде в средних классах неплохо. Но именно вот к этому моменту, когда люди уходят в ПТУ и в техникумы, я немножечко по некоторым предметам скатился. Ну, это 14-го мальчика в такое время веселое. Да-да-да, это как раз очень такое было. Но, тем не менее, я, конечно, остался в школе, продолжил учиться. И как раз в это время появилась в школе химия. Ну, то есть предмет начался. И она меня с первого же, наверное, урока увлекла очень сильно. Но увлекла, прежде всего, как человека творческого. А, ну, наверное, тоже надо упомянуть, что я рисовал с самого детства. Сколько я себя помню, я всегда рисовал. У меня все тетради школьные, все альбомы, все было изрисовано. У тебя было образование? Ну, я ходил в кружок, ходил за студию, ходил, да. Но я никогда к этому, правда, не относился, как к чему-то такому, что потом мне позволит стать художником. Я никогда не хотел стать художником. Я это воспринимал как хобби. Я такой думаю, ну что, я рисую, да, и зачем мне становиться художником? Я могу и так всю жизнь рисовать. Ну, то есть это понятно, что это, конечно, большая глупость. Нет, ну чего, есть люди, которые с удовольствием всю жизнь занимаются своим делом основным, у них есть профессии, есть хобби. Есть, да, но всё-таки, в конце концов, чаще всего, короче, такое хобби как-то либо отваливается, либо ещё что-то происходит. Ну, в общем, я не сильно хотел становиться художником, но при этом я всегда рисовал. И когда началась химия, и когда вынесла наша преподавательница из подсобки кучу стекляшек, какие-то там реактивы, в общем, все приборы, я сразу как человек творческий, как художник, я заболел эстетикой этого всего дела. И мне понравилась эта наука, прежде всего эстетически. До этого точные науки меня не увлекали. Физика, например, началась немножко раньше, но я по ней между тройкой и четвёркой постоянно вот так вот скакал. То есть не сказать, что я сильно там её... А вас не развлекал преподаватель? Не приносило бы ни давай палочки натирать? Не, приносил, развлекал, но всё равно как-то это так. Ну, то есть я учился нормально. Ну, по сравнению с стекляшками по химии. Понимал, да, но почему-то именно химия, да, она увлекла меня вот этим. Плюс сразу же, когда я начал углубляться, а я был любознательный товарищ всегда, и когда начался этот предмет, я сразу же начал учить его дополнительно. То есть то, что меня увлекало, я всегда начинал учить самостоятельно дома, то есть обкладываться какой-то литературой, доставать какие-то прикольные книги. А дома были книги по химии или ты ходил в библиотеку? У меня мама была директор библиотеки, вот. В тот момент она уже была директором библиотеки. До этого она была директором дома пионеров, что тоже очень прикольно, потому что там куча кружков была, и я напитывался этим с детства, хотя ещё сам там не участвовал, потому что был маленький, ну, во всяких там судомодельных, авиамодельных. Я к этому тоже позже пришёл, в последних классах школы. Я начал ходить и туда, и сюда, и на радиокружок, и там на тот же авиамодельный, и на картинге, вот. Но к тому времени она уже там не работала, там её работала подруга, преемница её на этой должности, а она стала директором библиотеки. И, естественно, у меня был доступ в читальный зал, во всякие там спецхраны, загашники, там, ну, где лежит куча книжек. Тебя научили пользоваться этим, поисковой системой. Каталогами? Да, каталогами. Ну, не то, чтобы научили, не знаю, мне это казалось очевидным, что им, ну, как ими пользоваться, что ими там пользоваться, на самом деле. Я вот недавно вспоминал, и это нифига не очевидно. Ну, блин. Это очевидно, если ты ими пользуешься, а вот представь себе, что ты никогда не видел библиотеку до этого, и никогда не видел каталоги. Вот. И ты приходишь туда, и что делать? Это конфликт поколений. Я-то их видел, да. Ну, да, да, я же об этом и говорю. Сейчас, конечно, в эпоху интернета это по-другому выглядит, и... Сейчас это выглядит, сейчас это выглядит как два клика. Да, 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 да. А иногда и не надо даже кликать, просто говоришь, вот, если ты настроил голосового помощника, то ты сразу же можешь даже руками не шевелить, на самом деле. У тебя был доступ к литературе любой, и в том числе по химии. Мама, естественно, поддерживала твое рвение к химии. Она поддерживала... Или любое рвение она поддерживала. Да, в принципе, она поддерживала любое мое увлечение такое, потому что они все были достаточно, ну, с ее точки зрения, достаточно серьезными. То есть, я там, допустим, не увлекался какой-то такой фигней, которую родители не любят. Знаешь, почему? Это же наука. Вот. Единственное, мне доставалось, когда я начал делать дома опыты всякие, вот, а вслед за опытами сразу начались всякие инциденты. Пожар. Нет, пожаров, слава богу, не было, но были взрывы, которые не заканчивались пожаром. Были всякие пятна, были, ну, разъеденные кислотами и щелочами поверхности всякие, кухонных столов. А где трех, где это самое? Опять возвращаемся к тому, что это еще, хоть это уже и начались 90-е, ну, вот этот вот рубеж, но все еще катилось по рельсам Советского Союза. Городок был небольшой, я жил в провинции на севере Одесской области, вот, ну, в райцентре, вот. А в райцентре все друг друга знают, моих родителей знали тоже все, ну, поскольку они люди более-менее публичные были. И поэтому это выглядело так, приходишь, например, в какую-нибудь там ветеринарную баклабораторию, а там знакомые родители работают. И ты там, ну, условно говоришь там, дядя Вася, тетя Маша, а у вас там нет какой-нибудь колбочки или какого-то штативчика или пяточка пробирочек, может быть, там, потому что я вот увлекся химией, хочу делать опыты, там, всякое такое дело. И ты ходил калядовал? Я ходил калядовал и накалядовал где-то вот к классу 11-му, к концу школы накалядовал довольно-таки неплохую лабораторию у себя дома, вот. Реактивы точно так же, если какие-то там это не сильно опасные штуки, то без проблем можно было достать. Тогда еще в обычном хозяйственном магазине продавались концентрированные кислоты, там, серная, соляная. Никто же не знал, как этим пользоваться. Да, просто сейчас это все прекурсоры, сейчас это все продается только, ну, как бы, юридическим лицам, вот. То есть, просто так ты не придешь в то место, где они есть в продаже, и не купишь тебе, и не продадут, потому что это прекурсоры, они с помощью них, там, делают наркотики, с помощью них делают, как бы, взрывчатые вещества, поэтому они сейчас все контролируются просто так. А тогда, ну, никто этим не занимался, никто, никому не надо было никого взрывать, наркоманы тогда только зарождались массово, понятно, что они были всегда по чуть-чуть, но массовое явление как раз началось именно в 90-х годах, тогда это еще все было доступно. Подожди, вот тут я с тобой не соглашусь, массовое явление приготовления домашнего кустарного началось в 90-е, а игла какого года? Не, ну, я говорю массовое явление, игла, она тоже где-то в 87-го, я не помню, как она была. Ну, перестройка, да, перестройка началась в 85-м году, и вот с перестройки началось вот это все послабление всего, ну, то есть, поэтому, да. Ну, это игла описывает медицинские препараты, я не помню, морфины какие-то. Да, гидрохлорид морфина. Но дома не варили, а вот в 90-х же начали варить, и народ, наверное, больше получил доступ к литературе, которой до этого не было. Наверное, трудно это сейчас все анализировать. У меня, кстати, много одноклассников сразу же начало этим увлекаться, и даже пытались меня использовать в своих целях. Я даже кое-кому, пользуясь тем, что мне было нужно от них, я кое-кому выменивал какие-то реактивы на то, что меня у них интересовало. К примеру, там, не знаю, теннисную ракетку, я помню, выменял там у одного товарища, у кого-то выменял модель автомобиля, я тогда коллекционировал модели. А ты не единственным увлекался химией, получается? Я увлекался вот в таких масштабах единственным, но я подсадил на это дело пару своих одноклассников. Правда, у них ничего так серьезного и не развилось из этого, но, тем не менее, мы с ними какое-то время этим занимались. Вот, они тоже начали там какие-то стекляшечки собирать, что-то делать. Ну, для них это было, наверное, больше игра, а я таки увлекся серьезно. Я надыбал интересную книгу у мамы в библиотеке, как сейчас помню, авторы Гроссе и Вайс-Мантель. Это книга ГДР, написана для детей ГДРовских, и там было подробно описано, как, пользуясь всякими хозяйственными магазинами, всякими там аптеками, еще чем-то, собрать дома лабораторию и как делать опыты. И причем опыты были очень серьезные. То есть я, например, по этой книге дома делал вискозный шелк сам, ну, то есть вискозные нити вытягивал. Я там получал хлор, там получал натрий из расплава гидроксида натрия, что для школьного курса вообще это было запредельная штука. То есть я макнулся уже в университетский курс химии, можно сказать. Только у меня проблема была всегда с теорией, с задачами, потому что я не любил математику. Вот. А я тогда еще не мог связать все воедино, что фундаментальные науки, они все вместе, то есть их нельзя разделить, да. И поэтому математика – это то, что описывает физику и химию на самом деле. Ну, тогда мне это было еще не сильно понятно. Короче, когда я закончил школу, стало… Прости, я тебя берегу. Я столкнулся с такой же абсолютно проблемой в школе, потому что мне жутко нравилась математика, но была жутко скучна на физике или на той же самой химии. Это, в принципе, отчасти связано с преподаванием, ну, конкретно с преподаванием. Даже большая часть. Физик действительно старался, он старался, просто специфический человек, и мне было… Я знал физику, но мне было скучно. И я не понимал, что они связаны между собой. Для меня это были совершенно разные вещи. И только придя в институт, и потом я узнал, что, оказывается, это все вместе, а в школе никто тебе не говорит, что это вместе. Вот, и это очень большая проблема. Ну, то есть говорят об этом, но не объясняют, и ты не чувствуешь этой связи. Она не выстроена в учебном курсе совсем никак. Педагогика – это вообще, в принципе, большая проблема. Ну, да. Если уже говорить, да. Но это ты прав. Вот то же самое было и у меня. Ну, как бы я не связывал это между собой. Мне были интересны опыты, мне была интересна опасность химии, потому что это опасная госпожа. Хотя, конечно, физика, если ей всерьез заниматься, если попасть на какой-нибудь там ускоритель или циклотрон, она не менее опасная. Или там, да, какой-нибудь институт ядерных исследований. Ну, тогда школьный курс не говорил об этом всем так прям ярко, да. А вот химия как-то меня сильно зацепила. И потом вот эти вот пару лет, я закончил школу в 93-м году, вот эти вот пару лет, прошедшие с 91-го, мы тогда еще не обращали, конечно, внимание на всю эту политику и вообще даже не понимали, что случилось. Потому что, на самом деле, произошла серьезная катастрофа, конечно, вот. Ну, мы были дети, и понятно, что мы об этом сильно не задумывались. Но было видно, что начался такой бардачок, вот. И начался из-за этого бардачка у каждого, ну, по крайней мере, у меня тоже какая-то каша в голове. И я вдруг резко понял, что я не знаю, что делать после школы, ну, куда идти. То есть, мне вроде бы хотелось и рисовать, то есть, приткнуть себя куда-то вот в этом, потому что я всегда рисовал, все время. В школе я уже в последних классах даже меня, учитель, оставлял там на уроках рисования вместо себя. То есть, я просто вместо учителя ставил там какие-то натюрмортики всем остальным и так далее. Ну, помогал, ходил между рядами, смотрел, как кто рисует среди моих классиков. Как для тебя это было? Странным? Или ты просто это воспринимал? Не скажу, что странным. Что-то в этом было игровое даже, знаешь, для меня тогда. Ну, какая-то геймификация в этом была. Ну, и не только. Мы вместе с Петром Сазоновичем, это мой учитель по рисованию, он, кстати, был, он уже покойный. Он был член Союза художника в СССР, потом Украины, там заслуженный художник. То есть, уже в более поздние времена его там работы даже в администрации президента в Киеве где-то висели. То есть, такой, при этом он был затворник. Он все время прожил в селе, вот, и несмотря на то, что его там приглашали очень часто на разные выставки, какие-то там конференции. Он отправлял работы, да. Но мы с ним вместе часто оформляли там в школе всякие стенды. Он работал вот последние годы, ну, не последние, еще тогда он начал, а потом очень сильно в этом продвинулся уже под конец своей жизни. Техники флоромозаики, то есть, он зернами, семенами разных злаков выкладывал всякие штуки. Вот, это была очень кропотливая работа. Я помню, еще был Союз, мы выложили с ним герб СССР, герб УССР. Огромное панно, где там метр пятьдесят, там, на метр двадцать они висели в школе, как бы. Мы там с ним делали витражи, короче, в кабинете географии, я помню, мы там карту мира на стеклах рисовали. Ну, короче, вот так вот. И я вот в этом всем принимал участие. Кстати, мне это давало возможность еще и освобождаться от всяких нелюбимых уроков. А что ты пропускал обычно? Да, литературу часто украинскую пропускал, там, и русскую иногда. Ну, мама у меня была филолог, поэтому меня наша преподательница отпускала с чистым сердцем, потому что я нормально, как бы, знал литературу. Память у меня была неплохая. Я не раз выручал, кстати, класс, рассказывая, там, когда нам задавали отрывок из Мцири наизусть, например. Я помню, что я выучил один раз Мцири полностью. Я весь урок его рассказывал, короче, и, ну, я спас класс. Потому что, ну, отрывок, сколько он там длится, минут пять, а Мцири – это серьезная поэма. И как ты принял решение после школы, куда идти? А у меня как-то все меньше и меньше оставалось времени. Я все больше и больше терялся. И потом, в конце концов, я принял решение, что химия у меня идет хорошо. Я ее, в общем-то, неплохо вроде бы знаю. Плюс мне даже от школы написали направление в универ Мечникова. И я пошел, поступил в универ Мечникова на химический факультет. Вот. И я как-то легко сдал экзамены. Я, правда, по-моему, там была математика, химия и диктант. Диктант, химию я сдал очень хорошо на пять. Тогда еще была пятибалльная система. А по математике вытянул как-то на четверку. Хотя опасался математики. Думал, что, может, какая-то фигня. А ты специально готовился? Да, готовился. С репетитором? Не, не с репетитором. Тогда еще даже и понятия такого не было, наверное, как репетитор. Ну, как были, конечно, но мало кто, наверное, тогда себе позволял репетитором. Нет, занимался сам. По математике мне и классная моя там немножечко помогала. Она у нас была классный руководитель. Она была же и учитель математики, да. То есть и алгебра, и геометрия. Вот. Как-то я поступил, в общем, нормально, без всякого напряга. Конкурс там, правда, был небольшой. Там человека полтора или два на место, что-то такое, короче. Химия не швает достаточно штукам. Ну, да. Но я, короче, поступил. Недолго я проучился на химфаке. Два курса я проучился. Дело в том, что как только я приехал в Одессу, практически сразу же я попал в неформальную тусовку. А так как я тоже в последние годы школы начал увлекаться рок-музыкой и всякой, ну, ты понял, всем этим делом, то, естественно, я сразу же въехал в эту тему тут в Одессе. Тут это было движение сильно. Тогда все эти хиппи, панки и прочие нефоры, металлисты, они обрели второе дыхание, потому что первая волна была еще в 70-е годы. В Штатах это было где-то в годах 60-х. До нас докатилось где-то в конце 70-х, в начале 80-х. Вот. Потом это как-то притихло. А в 90-е оно началось вновь. Но, правда, уже это было не то, потому что против чего протестовать было непонятно. Наши-то хоть тогда протестовали еще против режима советского, ну, можно так сказать, вот такого закостеневшего. А тут уже вроде бы и свобода пришла, и все. Но как-то вот все это завертелось, закрутилось, и, естественно, я повлияло на мою учебу. Это сильно в отрицательном смысле слова. Вот. И, кроме того, у меня тогда возник конфликт с преподавателем по математике, который даже не связан был с учебой. Вот. Мы с ним просто там резко как-то поконфликтовали. И он меня еще одного такого же охламона решил завалить в конце второго курса. И такие он нас завалил, но потом случилась такая штука. Он, значит, был в штабе в избирательном у кого-то из мэров, которых тогда избирали. Вот. Когда первый раз там Баделан, Гурлиц, не знаю, помнишь ты это или нет. Помню, помню. Вот. Короче, он был в избирательном штабе у кого-то. И он нам, он как-то нас позвал с этим охламоном, у которого была фамилия Стельмах. Вот. Который такой же, как я был. Вот. Товарищ. Не будем выражаться. И говорит, нате вам, ребята, пачку прокламаций. Дуйте на поселок Котовского и расклеивайте. Если до вечера справитесь и все расклеите, поставлю так и быть вам тройки. Вот. В общем, мы поехали на поселок, действительно, клеили, отнеслись к этому сначала серьезно. Но под конец дня мы уже настолько устали, а у нас еще половина этих прокламаций было, что мы, в конце концов, где-то проходя в районе Привоза, нас с какие-то торговки беляшами увидели и говорят, ребятки, а вам эта бумага-то нужна? Нет? Может, вы нам отдадите? Мы будем заворачивать свою продукцию. И мы, естественно, им спулили, короче. Так это супер. Это супер. На следующий день мы приезжаем, значит, к преподавателю. Преподаватель этот известный. Я не буду, наверное, его называть, как бы. Да. Потому что его могут многие знать. Он преподавал в политехе тоже. И как бы вот. И он нам поставил тройки, а потом оказалось, что какая-то накладка вышла, и приказ о нашем отчислении уже вышел. Еще до этого. Ага. Ну и все. И я, короче, оказался отчисленным. А в академ пойти там вот это вот все? Я, в принципе, хотел и намеревался это сделать, но, в общем, как-то так, короче, все получилось, что я очень быстро после этого пошел в армию. Как я узнал гораздо позже уже, моя мама поспособствовала тому, чтобы я попал в армию. А ты хотел в армию? Или ты хотел в армию? На тот момент я уже не хотел в армию. Я хотел в армию где-то еще в школе, потому что вокруг тогда еще была советская армия, она была немножечко другая, и вообще, ну, какая-то атмосфера была совсем другая в армии, тем более, что у нас с входами была часть, у меня было очень много военных друзей, там, ну, детей военных, и у родителей куча друзей военных, вот, и все такое. Поэтому я все это видел очень часто даже изнутри. Но на тот момент, когда я уже вот поучился немножечко в универе, и, естественно, похиповал, попанковал, какая там армия, может быть, не сильно я хотел туда, но, тем не менее, когда уже прям мне пришла повестка, и я уже поехал, значит, в военкомат, сначала там в Приморский, потом на сборный пункт, и когда приехали покупатели, ну, то есть из разных подразделений люди, отбирать себе, кого там надо им, короче, вот. Я такое себе думаю, так, ну, хорошо, если уж так получилось, что я иду в армию, то надо попасть в какие-то серьезные войска, вот. И мне кто-то там посоветовал, чтобы я, короче, не утаивал свои художественные способности, что, мол, меня тогда заберут с руками, ногами куда угодно. А я посчитал, что меня могут забрать не туда, куда надо, и я буду сидеть и целыми днями просто рисовать, короче, какую-то фигню там, и не увижу службы. То есть, ну, настолько противоречивые меня тогда мысли одолевали, вроде бы я как бы и вот недавний хипан и панк, а вроде бы я уже думаю о том, что мне хочется нормально послужить, то есть побегать там с автоматом, марш-броски, а не сидеть где-нибудь писарем в батальонной канцелярии. Поэтому я, короче, скрыл то, что я художник, но зато я выпятил то, что у меня был разряд, у меня к тому времени был разряд по пулевой стрельбе, вот. Я в универе ходил, занимался в тир и постепенно сдал на КМС. Сначала третий разряд, это прям в тире, потом второй разряд пистолет, пистолет Марголина, да. Из винтовки я тоже нормально стрелял, но по винтовке я не сдавал, почему-то мне тогда вот по пистолету, у меня тогда тренер Пашков, скорее всего его уже давно нету, потому что он тогда уже был пожилой дядька, вот. Он мне тогда подсказал, у тебя по пистолету, мол, получается лучше, так что советую тебе по этому. И, кстати, я в Харькове сдавал на КМС, мы ездили на соревнования туда, я сдавал там. Тир был в стекляшке на французском бульваре, вот где корпус университета административный, там же РГФ, по-моему, был. Там, где сейчас РГФ, там тир был? Да, там в подвале был серьезный 50-метровый тир, нет, даже 100-метровый, по-моему, то есть, если мы там стреляли из хестозов, ну, из винтовок, то это 100-метровый точно, 100-метровый тир, очень серьезный. И вот мы там занимались, этот тир когда-то был ДОСАФовский, когда был Советский Союз, был ДОСАФ, а когда Советский Союз почил в БОЗе, то появилась такая организация ОСОУ, Общество содействия обороне Украины, то есть, это была правоприемница ДОСАФа, и какое-то время она просуществовала. А сейчас все эти тиры, естественно, давно позакрывали, вместо них открылись коммерческие тиры, где люди просто деньги зарабатывают, там на Бунино есть старый тир, и сейчас ствол еще открыл на 25-й ЧПД серьезный тир. На Бунино? Не на Греческой? На Бунино, да. На Бунино, там макет пулемета Максима еще висит над входом. Раньше висел. Я помню, я ходил туда в школе еще, я ходил, это был чуть ли не единственный тир, который был в середине 19-й. Ну, вот он как-то все эти времена тяжелые пережил и сохранился, и сейчас превратился уже тоже в коммерческий тир, там сейчас можно пострелять из любого оружия, у них там много чего есть. Я, правда, сам там давно не был уже, но когда я там был в последний раз, он был, естественно, там ничего особо не переделывалось, то есть все было как вот при Советском Союзе. Голубые стены? Да-да-да, все такое старенькое, кондовенькое, добротненькое, вот этот кафель, да, и все такое, ну, на полу. Вот. Не так давно фирма «Ствол» открыла тир на 25-й ЧПД, и этот тир считается чуть ли не самым крутым в Украине. А что там есть? Все. Что хочешь. Мы, кстати, в апреле там с Любой, ну, с женой, это самое, стреляли из четырех видов оружия. Приехала просто ее подруга из Польши и говорит, ребята, я тут слышал, у вас тир хороший есть. Ну, как у вас. Она сама одесситка, просто она в Польше уже некоторое время с мужем живет. Говорит, вот приехала, хочу пострелять. А я, говорит, никогда этим делом не это. Я знаю, что вы типа там доктора наук в этом плане. Давайте пойдемте со мной, чтобы мне не так стрёмно было. Я вас угощу. Там, надо сказать, что там дорого достаточно. Ну, конечно. Там цена просто складывается из целой кучи отдельных. Потронус безумный день. Там аренда ствола, боеприпасы, потом аренда услуг инструктора, от которых ты не откажешься. Ну, то есть инструктор там по-любому при тебе присутствует, и ты никак это навязанная как бы услуга. А у тебя же есть бумага, что ты спортсмен. Да нет, неважно. Там никаких, это все не канает. Там есть оружие в Тромировой? Да, конечно. М1 Гарант, М1 Карабин. Думаю, да. Я вот сейчас тебе точно не скажу, но думаю, что есть. Можно зайти на сайт и посмотреть, что у них есть. Но мы вот пришли, когда с Любой и с Мариной, с ее подругой, они такие, вот из чего будем стрелять? Я говорю, ну, давайте сейчас вот, я сейчас что-нибудь возьму. Короче, взял я трехлинейку, чтобы над ними поприкалываться. Вот. И взял револьвер Ругера, вот, калибра 357 Magnum. Взял Кольт 1911, ну, ТСМ. Да, да, и взял Беретту М92, Береста, как ее называют люди в теме. Вот. Стреляли, отлично получилось. Кольт мне понравился больше всего. Извините. У Беретты слишком длинный ход спускового крючка, и поэтому все разлетелось вокруг десятки по краям мишени. Вот. Из револьвера я стрелял до этого только из Нагана, причем где-то уже лет 18 назад, наверное, а даже не 18, где-то лет 20 я, когда работал, там в определенных местах работал, я стрелял тогда из Нагана, и все, и больше у меня с револьверами не было опыта, поэтому я... А револьверы мне очень нравятся. Я большой поклонник вестерн-культуры, вот, поэтому я из револьвера сразу же взял стрелять из первого, и у меня первые три выстрела вообще улетели мимо мишени, вот, с отвычки. А ты вообще регулярно стреляешь? Нет, нет. Давно из нарезного оружия не стрелял. Стреляю регулярно из гладкоствольного, поскольку я охотник. Вот. Поэтому я из него, да, а вот из нарезного очень давно не стрелял. Оно сильно отличается по... Ну, это вообще разные принципы стрельбы, конечно, да. Гладкое оружие – это гладкое, а нарезное – это нарезное. То есть, да, чтобы сейчас не углубляться в тему, вот, принципы немножко различаются по стрельбе, вот, тем более, что это пистолет. То есть, я-то из дробовика стреляю, то есть, это ружье, как бы, оно прикладывается к плечу, все, а тут пистолеты. Поэтому я сразу первые три выстрела у меня ушли. Мы выстрелили каждый по магазину, либо по барабану. Ну, вот, что там было, допустим, Ругер, он шестизарядный, там, барабан на шесть патронов. Кольт был спортивная версия, там было восемь патронов, как в Макарове, и в Берете, по-моему, было девять патронов, или тоже восемь, я не помню. Они просто тоже разные, модификации есть, с разным количеством патронов в магазине. Вот. Берета разбросалась у меня немножечко, ну, вся, правда, попала там во всякие троечки, четверочки, пятерочки. А Кольт я собрал очень хорошую кучу в районе десятки. Прям я взял его в последнем в руки, да, собрал неплохую кучу, и мне он очень понравился. Ну, это же современная версия, да? Современная версия, ну, да, он там с всякими фрезерованными курками, ну, с пусковым крючевочком, да, такой, весь такой вот прикольный, как бы анодированный, оксидированный, но система-то та еще. Нет, система-то, ну, просто поведение в руке, вот это вот все. Ну, да. Я просто немножко, я почему спрашиваю? Я в какой-то момент начал сильно, пару лет назад, два-три, наверное, года назад, я начал Тарков смотреть, Escape from Tarkov. Много начал смотреть, чуть-чуть играть. Это ж повернутая нафиг на оружие игра. И я начал смотреть еще всяких американских ютуберов, которые именно упороты по оружию. И они из реалистичного оружия, на стрельбах, и много рассказывают. И я как-то понахватался, и я немножко уже знаю, чуть-чуть знаю, и вот этого мне достаточно, чтобы задавать такие вопросы. То есть я знаю, что М1911 один из самых популярных пистолетов вообще когда-либо существовал. Он очень хороший, да. Действительно очень хороший. И наверняка же он хороший, потому что не был бы он. Конечно, он бы столько не держался, а им пользуются даже сейчас. Он, конечно, официально вроде бы на вооружении не стоит у них, но те, кто имеет возможность себе выбрать ствол в карман, даже из их служак, официальных, скажем так, ФБ, полиция и всякие прочие их силовики, они очень часто на нем останавливаются, потому что это реально хороший пистолет. У него очень энергетический патрон. Вот 45-й калибр, это 11,43 мм, если перевести в миллиметры. Для сравнения Макаров, там Берета, ну вот 38-й калибр, это 9 мм, а это 11,43, это серьезный патрон. Мощный, серьезный, хорошим обладает останавливающим действием, поэтому на нем ноги останавливаются. И сам пистолет достаточно надежный, насколько я помню. Если ты этим увлечен, соберешься как-нибудь, может быть, в фирм, можем вместе сходить ради компании. Я не буду не то что отказываться, я собираюсь, ну у меня была мысль устроить стрельбы, я расскажу тебе чуть больше, не на записи, но я хочу пойти на стрельбы, меня интересует оружие второй мировой, почему я спрашиваю про М1, в частности, и Ленсвальд. Если есть М19-11, это вообще суперэкспириенс. Я вообще долго хотел пострелять из маузера, из карабина, но я... С С-96? Это самое, он разве С-96? Ну если ты имеешь в виду про коробку с прикладом, пистолет... Нет, 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 это пистолет, я имею в виду из карабина маузера, ты понял? Наверное. Джекар 98К? Да, да. Я довольно давно из него хотел пострелять, и там он есть. Он есть там? Да, он есть там. Но я просто обещал Любе именно трехлинейку, что она пострелять из трехлиней, поэтому я тогда взял трехлинейку. Так бы, если бы я сам пришел, я бы взял его и взял бы еще там другие интересующие меня вещи. Ну и плюс цена, конечно, я же говорю, что за каждый ствол, за аренду каждого ствола платишь, получается. Поэтому... Ну, это достаточно интересный, но при этом и не дешевый экспириенс. Да. Окей. И давай вернемся. А на чем мы остановились? Мы остановились про то, как тебя покупали в армии. Ну, короче, я не скрыл этого, то есть я скрыл свои художественные навыки, но я зато сказал, что я этот самый стрелок. И меня забрали в Национальную гвардию. Вот. Тогда была Национальная гвардия версии 1.0. То есть после 2014 года снова стала Национальная гвардия версии 2.0, а тогда была первая версия. Ее, она там посуществовала лет, по-моему, пять или шесть, потом ее расформировали. Вот. И сформировали только уже, когда вот эта вот вся чехрада началась в 2014-м. Расскажи мне, пожалуйста, человеку, который вообще нафиг не понимает, о чем идет речь, чем Национальная гвардия от регулярных войск отличается? Ну, смотри, Национальную гвардию сформировали, и она как была правоприемница внутренних войск, а внутренние войска, они всегда делились в Советском Союзе на оперативные полки и караульно-конвойные. Караульно-конвойные, ВВшники, они охраняли всякие там стратегические объекты, они охраняли тюрьмы, зоны там, поселения и прочее. Поэтому их, кстати, очень не любят криминалитет всякий. Ну, вертухаи типа и вся такая. А оперативные полки это те самые парни со щитами, с дубинками, в тяжелых касках, в сферах кевларовых. Это полицейский спецназ, по сути. Да, только не полицейский, а внутренние войска, они тогда подчинялись, во времена Союза, по-моему, они все-таки МВД подчинялись, а когда вот из них сделали, из оперативных полков сделали национальную гвардию, это было отдельное ведомство. То есть, они не подчинялись ни Министерству обороны, не подчинялись ни МВД. Вот. Это было просто управление национальной гвардии. Насколько я помню, я могу ошибаться, но, по-моему, было так. И на тот момент они были отдельные, а я попал в батальон, который дислоцировался под Киевом, вот где Межигорье, там есть такие дачи охранялись, новые петровцы, старые петровцы, вот Новопетровецкий полигон, там и сейчас, кстати, национальная гвардия стоит. Вот я там и служил в лесах под Киевом. Я правильно понимаю, что пока не началась большая жопа, национальную гвардию никто не зовет, но как только начинается большая жопа, это и есть те самые люди, которые приезжают и спасают. Смотри, я сейчас не знаю, какие у них сейчас полномочия, потому что я не вникаю в это все дело, мне сейчас не надо, а тогда национальная гвардия, на нее были возложены обязанности по охране общественного порядка наряду с милицией, усиление милиции, если вдруг какая-то фигня происходит, там какие-то замесы, они усиливают милицию, на них также была возложена такая миссия, как помощь МЧСникам при разных стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. И помощь пограничным войскам в случае пограничных конфликтов. Вот такие вот на нее обязанности возлагались. То есть, это такие ребята, которые больше, чем полиция, но меньше, чем армия, но, с другой стороны, они делают все. Это как полиция, но у них есть просто тяжелое вооружение, у них есть артиллерия, у них есть бронетехника, то, чего нет у полиции, на самом деле, вот такая вот фигня. А твоя старшина какая была, кстати? Я просто служил, сначала был КМБ, то есть, мы все были просто обычные рядовые, потом после КМБ нас начали разводить, то есть, рота, это было три взвода, значит, батальон был три роты, две роты боевых, одна рота учебная. Учебную роту, почему-то всю полностью, весь личный состав, были одни деды на тот момент, когда мы приехали. Деды, там была пара полторашников, черпаков так называемых, и туда попало всего два пацана из нашего призыва, и они там сильно мучились, потому что их было двое, и все остальные, ну, ты понял, волки против них. Вот, а боевые роты, одна рота была на автомобилях, другая на БТРах. Вот я служил в роте на БТРах, то есть, рота три взвода, каждому взводу был закреплен БТР, вот, первый взвод, это взвод как бы штурмовой, второй взвод, это взвод обеспечения, а третий взвод, это взвод огневой поддержки, там была половина снайперов, половина гранатометчиков. Нас сразу же, вот, кто попал в третий взвод, я, естественно, как стрелок попал вот снайпером, и нас сразу отправили в учебную, ну, в учебку, это где-то километров 100 от Киева, нас туда отправили, как бы, и мы там учились стрелять, где-то месяца два, наверное, мы проводили, это надо было сказать, что была лафа, потому что при нас не было дедов, вас учили, там, они там были, но они были чужие, не наши, они, естественно, к нам никаких этих самых, и мы проводили, да, до обеда мы проводили в классах, после обеда на полигоне, до обеда в классах, после обеда на полигоне, там иногда ночные стрельбы были, ну, и вот так вот в течение двух месяцев была лафа, ну, не два, там чуть-чуть меньше, там, не знаю, недель пять, может, четыре, с половиной, короче, что-то такое. А когда началась не лафа? Ну, когда вернулись, опять началась не лафа, вот, она была на КМБ, и она потом, когда мы вернулись, опять началась, ну, как не лафа? Сейчас-то всё, я, конечно, вспоминаю это всё с теплотой даже где-то, ну, а вообще просто со смехом, там, с саркастической улыбкой, тогда там на месте это была не лафа, для меня было тяжело, тем более я пришёл туда с университетской скамьи, и оторванный, короче, из панковских вписок, ты можешь себе представить, сразу же вот в такую фигню, вот, и я, в общем-то, я там был человек случайный, потому что, ну, туда попадали в основном ребята не сильно, скажем так, образованные, богатые, да, там, ну, не сильно богатый у них был внутренний мир, вот, поэтому мне было там тяжелее, чем если бы я был один из них, потому что я вот как бы, я, ну, всегда, как, был противопоставлен часто, и при этом кто-то когда-то где-то раскусил, что я художник, и меня ещё и напрягали потом, в конце концов, когда поняли, что я художник, меня начали напрягать рисовать, как бы, стенгазеты всякие там, и это самое, и причём были официальные писари, которые шарились, то есть, все встают утром, там, ну, утреннее построение, развод, короче, все побежали на зарядочку, а писарь такой раз, и заскочил в канцелярию себе, и такой, сел там что-то писать, как бы, а я не шарился, мне не давали, я ночью сидел, рисовал боевой листок или стенгазету, а утром я точно так же со всеми бежал на, как бы, что я хотел, то и получил, хотел парень службу, на, получи службу, только ещё и в нагрузку рисуй, вот такая вот фигня получилась, я очень сильно тогда выматывался, уставал, короче, и было довольно тяжко физически, вот, и были, конечно, проблемы и с дедами там, как бы, у нас у всех, ну, то есть, неприятная это всё была история, если бы, конечно, просто была тяжёлая служба, вот, то это ещё ничего, но ещё и было много вот… Личных конфликтов. Да, всего этого абьюза, ну, как это сейчас модно говорить, знаешь, это самое, сейчас, если подробнее бы рассказать, то потом многие слушатели, короче, у них аж уши завернутся в трубочку, поэтому я не буду об этом. Скажи, пожалуйста, такую вещь, вот мне всегда интересно было, вот я периодически во всяких онлайновых играх встречаю военных на службе, и мне, вот, вот ты как человек, который там был, я понимаю, что время было другое, но были ли вот такого рода развлечения, как игры? Наверное, же были, просто сейчас есть доступ, у каждого есть ноутбук, телефон и тому подобное, он может сам это делать, а в твое время, вот, ты имеешь в виду… Проходили как-то вот рядом, или все это время ты не играл, и вокруг тебя тоже люди не играли в основном, я имею в виду любые игры, настольные, компьютерные, я так понимаю… Я понял, да, до компьютерных игр мы дойдем, вот, если мы уже занялись такой, этой, ну, штудировать мою биографию, то, естественно, будет место, где начнутся компьютерные игры, но, пока я служил в армии, такого не было, да, были игры в карты, ну, я не знаю, это настольная игра? Да, это настольная игра. Были игры в карты, да, кто, конечно, там не только я один был с более-менее богатым внутренним миром, скажем так, да, были еще ребята там, и, кстати, были среди дедов парой интересных персонажей довольно, вот, которые были, кто-то даже был так же, как и я после вуза, да, играли в карты, что дурак, клабор, те, кто вот побогаче, как бы, там, головой, да, внутренним миром, те и в преферанс, и в покер даже было такое, это самое, но это, я же после армии еще и в военное училище умудрился поступить, даже не после армии, а прямо из нее, просто. Тебе понравилось? Вот, не то, чтобы понравилось, тут опять сыграло роль мнение мамы, вот, она мне как-то там в каком-то очередном то ли письме, то ли, может быть, когда она даже приезжала в Киев, и мы где-то там в увольнении с ней увиделись, она мне, ну, она мне просто, я помню такой разговор, говорит, слушай, ты вот, ну, дембельнешься, ну, это мои слова, конечно, она правильно говорила, она же филолог, демобилизуешься, вот, и что ты будешь делать потом? Я такой, ну, как бы, я пока не думал об этом, ну, еще дай дожить, как бы, ну, это времена, середина 90-х, надо сказать, что у нас, когда я служил тоже, ну, мы попадали в целую кучу разных замесов, как бы, тогда все эти руховцы, коммунисты, прочие партии, тогда все это было, как бы, в нас тоже швыряли и бутылки, и камни, мы там разводили толпы, прямо на Майдане, на том же самом, там, возле Бессарабского рынка, там, я помню, какой-то замес был жесткий, ну, короче, такое, выходили в оцепление на День города, нас Кучма поздравлял, я помню, там, прямо вот, когда День Киева был, он возле нас остановился, комбат такой подбежал, струнку, мы все-таки вытянулись, ну, он же, как бы, верховный главнокомандующий, как бы, вышел, такой мелкий, рыженький, председатель колхоза, да, я тогда еще улыбнулся про себя, там, что-то там говорил, я особо не, это самое, не помню сейчас, ну, в общем, такое, было разное, как бы, помню, мы ловили бандитов в метро, кстати, вот, именно в туннелях, где-то между, бандитов в бандитах, да, между станцией Днепр и станцией Арсенальной, вот, где-то там вот в этих недрах, глубинах, да, сбежали какие-то зэки, причем с оружием, кого-то они там то ли, то ли даже убили, то ли, может, просто отобрали оружие, я сейчас уже не помню, но какая-то фигня, вот, они были вооружены, и мы, ну, правда, наше подразделение их не словило, но их в конце концов поймали, вот, мы в этом всем тоже участвовали, короче, такая фигня была, вот, какие-то бандитские разборки на Трухановом острове, тоже мы там выезжали туда, в общем, занимали позиции, как бы, даже была команда, как бы, ну, в случае чего открывать огонь на поражение, слава богу, что мне не пришлось, короче, ну, именно, ни в кого стрелять, я сейчас понимаю, что это все довольно стрёмная штука, тогда, конечно, бравада молодая такая, о, наконец-то какое-то дело, там, ну, серьезно, а то сидишь там в этой располаге, как бы, а тут вот выезжаем, что-то там было. Ну, то есть, было чем позаниматься в это время, и ты решил это дело продолжать при этом, да? Ну, как решил, мама мне сказала, говорит, слушай, есть же возможность поступить в военный вуз, причем, даже не обязательно ждать, как бы, дембеля, можно это сделать, вот прямо из армии, я говорю, разве? Она говорит, ну, да. Я, когда узнал, поговорил там с комбатом, еще с кем-то, оказалась действительно такая возможность есть, где-то там после года службы, по-моему, ты можешь подать документы в военный вуз, вот, и документы принимаются, ты едешь, сдаешь экзамены, если ты сдал их нормально и поступил, то ты просто остаешься учиться в военном вузе, и тебе просто та срочная служба, которую ты не закончил, она тебе засчитывается, пока ты учишься. Например, если ты поступил, и тебя тут же там через пару месяцев отчислили, то тебя вернут в армию, и ты будешь дослуживать, но когда ты свои два или сколько, мы, кстати, попали, у нас, по-моему, был то ли первый, то ли второй призыв, когда стали служить полтора года, до этого служили два, вот, как бы, и она говорит, ты вот придешь после гражданского вуза, у тебя армия там из головы все знания выметит, она уже вымела их там, ну, как бы, частично, и потом еще больше этого будет, ты все забудешь, в гражданский вуз надо же, ну, собраться там, по-серьезному поступить это, а в военный все-таки легче, потому что вроде бы та же служба, это все близко один к другому, но это вуз, это, как бы, это самое, ну, и ты же хотел, то есть, она такая уколола мои вот эти школьные желания, как бы, она это самое, то есть, ну, манипулировала, короче, такая манипуляция, говорит, может, ты попробуешь поступить в военный вуз, я такой, ну, а что нет, ну, давай попробую, знаешь, и ради прикола я, как бы, написал, отправил документы в, это самое, ну, в Одесский институт сухопутных войск, я хотел, естественно, так, как я служил, типа, в спецназе, я хотел на аэромобильный факультет, десантники, чтобы уже продолжать, как бы, дальше, там с парашютом прыгать, вся фигня, вот, но на ВДВ я, походу, так и не поступил, потому что, я, кстати, по физо не добрал баллов, вот, а почему, потому что мы тогда крепко буханули перед трешником, и я очень плохо пробежал трешку, вот, вроде бы, там экзамен по физо складывался из полосы препятствий, 100 метровки, трешки и подтягивания, короче, я все, в общем-то, сдал там в пределах четверки, по-моему, кроме трешки, трешку я плохо пробежал, поэтому меня на ВДВ не взяли, а по баллам на пехоту я проходил, ну, то есть, общевойсковой факультет, короче, ну, специальность у меня была какая, военная специальность, это лейтенант, командир взвода, мотострелкового подразделения, мотострелкового взвода, короче, а гражданская специальность, инженер по ремонту, эксплуатации автомобильного транспорта и колесно-гусеничной техники, вот, то есть, это гражданская специальность, которую ты выпускаешься из военного института, вот, ну, на тот момент он уже был институт, потому что когда-то присоединен был училищем, по-хорошему ты автотехник получаешься в образовании, так я же его тоже не закончил, чувак, я его тоже не закончил, но сейчас-то я автотехник, да, потому что у меня, ну, как бы там старые автомобили, я в них ковыряюсь сам, я делаю сам, там, даже капитальный ремонт двигателя, и вообще тот самурай, который ты помнишь, я вообще, я его раскидал как велосипед до винтика и собрал, и это было даже не один раз, вот. Я помню, пока мы работали первый год, по-моему, ты был не на машине, и когда ты её только собрал, ты приехал, это весной, по-моему, было, ты меня домой отвозил, тебе в кайф было, я помню, ты специально такой, нет, я отвезу тебя домой, и ты меня привезли. А это тогда та зима, когда был снегопад, да, по-моему, нет? Я не помню, может быть. Я просто помню, что я вот во время снегопада кого-то развозил по домам, не один даже раз с работы, потому что ничего не ходило, ну, никакие ни маршрутки, ни троллейбусы, ничего не ходило. Я пешком ходил домой с работы, ты, может быть, я не помню, я помню, что долгое время ты собирал машину, а потом ты её собрал, и когда ты приехал, такой, всё, я теперь могу вот кататься, давайте я вас буду возить. Ну, я тебе скажу, что я ждал этих потоклизмов, и даже сейчас иногда у меня, ну, я понимаю, что людям плохо, конечно, когда такая фигня происходит, но, блин, зато я свободен, короче, дорога свободная, я могу ехать, знаешь, ну, то есть пробок нету, мне хорошо, и сейчас мне хорошо, и тогда, когда у меня был самураи, мне было хорошо, в общем, это самое. Хорошо, давай вернёмся к... Да, в общем, что, я поступил, причём со мной ещё в части, там, в Киеве поступили здорово, мне дали предписание, и не вставили туда число, и шепнули, чувак, сам вставишь, ты же по-любому захочешь там домой съездить, там ещё, ну, где-то может гульнуть, это самое, ну, мы не ставим тебе число, когда ты должен прибыть на экзамены, ты сам вставишь, когда тебе, ну, ты же знаешь, когда там экзамены будут начинаться, и ты просто вставишь себе число, чтобы это самое, ну, то есть вот такая вот история была, только, да, только ты не светись нигде, то есть, не, не едь там в форме, в берете, там, в тельняшке, что я такой вот весь спецназовец, вот, одевайся прямо в бытовку, заходи, одевайся в гражданку, короче, и по гражданочке себе иди, вот, на поезд там, среди силы езжай, вот такая вот история была, ну, короче, я поступил, я таки тоже погулял, я нашёл всех своих университетских друзей, вот, с химического факультета, с физического, я, несмотря на то, что учился на химфаке, гораздо больше дружил с физиками, потому что, вот, когда я учился в универе, я жил в общаге физфака, вот, на Щепкино, это очень известное место было, вот, такое тусовочное, там очень много, очень хорошего и прикольного народу, жила и приходила туда, были приходящими, да, побывала, и я сразу же, конечно, туда, в общем, это самое, нашёл своих друзей, они, это лето, многие из них уже были на практике пионер-вожатыми в детском лагере на 14 фонтане, это тоже были незабываемые дела, как мы там, это самое, в общем, с этими вожатыми, да, не будем, короче, углубляться в подробности, потому что это было очень весело. Было весело. И всё, ну, я съездил, конечно, и к родителям, то есть побывал там, потусил тут в Одессе, приехал, значит, в институт, всё, ты уже когда приезжаешь, ты опять подневольный человек, то есть нас забрали, как тех, кто поступал из армии, так как они уже знают службу, нас сразу же отвезли в Чабанку на полигон, готовить полигон, готовить лагерь для гражданской абитуры, которая должна была позже приехать, там через месяц, короче, ну, в общем, экзамены, экзамены, по-моему, там в конце июля были, вот, а мы где-то вот примерно в начале июля туда приехали, и почти целый месяц мы там готовили полигон, короче. Сейчас, кстати, там нету этого полигона, сейчас там в этом месте, ну, пустошь, там одни развалины, всё заросшее, как бы, вот, где был стадион, там просто такой пустырь, как бы, и всё это над морем обрыв. В общем, мы тогда приехали туда, месяц мы там в палатках жили, ну, то есть палатки такие армейские, не туристические, а именно армейские, вот, там, куда двухэтажные кровати вмещаются, там зимой туда и буржуйка обычно ставится, выводится, там это самое, ну, вот мы в таких палаточках жили, готовили лагерь для гражданской абитуры, потом приехала гражданская абитура, начались экзамены, сдавали мы экзамены, как и гражданские вместе с ними, естественно, вот, всё, я сдал, как бы, попал в институт, начал учиться, ничего такого интересного, вроде бы, сначала не происходило, пока меня не пригласили чего-то делать, а, ну, естественно, в институте я уже не сильно скрывал, что я художник, вот, и меня тоже там нагрузили, естественно, по полной программе всякая художественная работа, я там оформлял и плакаты на плацу, и какие-то там транспаранты в библиотеке, там ещё где-то, для любых праздников, для всего, потом меня вообще поставили оформлять народознавчую светлуютью у нас в батальоне, а это такая штука, которая в Советском Союзе у нас же как всё, ну, всё как у людей, походу, короче, Ленинская комната просто плавно перетекла на народознавчую светлуютью, никто не думал отказаться совсем от таких вещей, потому что надо же идеологию чем-то заменить, короче, вот я оформлял эту народознавчую светлуютью, это всё было очень прикольно, потому что тогда ещё не было, ну, не было таких вот материалов, как сейчас есть в наружной рекламе, аркал, всякие там плотари режущие и прочая фигня, и мы все эти вещи делали, короче, на стёклах, краской, потом с обратной стороны, эту краску сдирали там, и, в общем, делали такие филигранные вещи, я сейчас как вспомню, ну, это, я нарисовал панно там, сколько этих гетьманов украинских, я их, все портреты вручную рисовал сам, оформлял полностью эту комнату, все эти шрифты, короче, всё, ну, в общем, серьёзнейшую работу, меня даже потом, короче, домой на 5 дней отпустили, как бы, типа, ну, отпуск дали, вот, за это всё время. А тебе нравилось это делать? Вот, да, это как-то уже, уже вошёл я во вкус, вот, вошёл я во вкус к тому времени, тем более, что мне даже выделили там на первом этаже, мы жили в пятиэтажном здании, вот, на втором этаже наша рота жила, ну, расположение было, на первом этаже, как бы, были всякие административные помещения, там кабинет комбата, спортзал, там ещё что-то, зам комбата, и несколько каких-то кладовок, которую одну из них мне выделили, как художнику, и у меня был даже свой кабинет. Мы там собирались, по ночам, естественно, играли в преферанс, иногда даже там, бывало там винчик какой-то, там водочка, что-то такое тоже бывало, в общем, делали там татуировки друг к другу, играли на гитаре, в общем, ну, интересное тусовочное место было, об этом знал мой заместитель командира батальона по воспитательной работе, но относился к этому, в общем-то, лояльно, смотрел на это сквозь пальцы, он, кстати, тоже был дядька, ну, он был умный, начитанный, грамотный мужик, очень это самое, как-то с ним это, но при этом он был по воспитательной работе, то есть, это должность в украинской армии, это преемница замполитов, поэтому мой замкомбата, он еще и был, как бы, скорее всего, какой-то особист, ну, по нему это чувствовалось, он такой был очень, ну, колкий дядя, то есть, такое, но тем не менее, короче. Просто характер у человека такой был. И вот я, когда я уже, когда меня уже узнали вот с этой стороны, как художника, случилась такая штука, я начал, так, ладно, не будем, наверное, мы это говорить на запись, я тебе потом отдельно расскажу. Ну, в общем, меня привлекли как-то чего-то делать в учебном отделе, причем ночью, потому что надо было там, срочная была работа, а в учебном отделе стоял комп, и я этот комп, естественно, запустил. До этого я с компами особо не сталкивался нигде. Пару раз. Подожди, Синклер у тебя? Ну, я имею в виду, да, я имею в виду, что Синклер – это фигня полная по сравнению с этим компом, потому что это уже был какой-то там Селерон там или Пень какой-то там 200, ну, из 200-й серии, короче, ну, то есть это уже был нормальный письюк, вот. Ну, у нас еще, кстати, во времена, еще даже до Синклера у нас была же информатика в школе, вот, и у нас там были БКшки, вот, потом даже появились какие-то тоже компьютеры под ДОС, вот, когда начался Бейсик, я даже на Бейсике, короче, помню, нарисовал, так как я хотел стать машинистом, я нарисовал, короче, локомотив с помощью языка Бейсик, то есть просто командами тупо, да, я это самое, вот, видишь, меня даже, меня даже тогда увлекала эта штука больше вот с художественной точки зрения, чем с какой-то такой вот, ну, чем с точки зрения программирования, то есть я не сильно любил появляться на информатике, вот, но когда я там появлялся, я занимался вот такими вот вещами, как это самое, как, ну, художественными, скажем так. Кстати, тогда же была там на информатике игрушка на вот этих вот компах, которая меня тогда немножечко увлекла, я ради этой игрушки тогда начал приходить после уроков и помогать там училке по информатике ради того, чтобы посидеть, поиграть. Я забыл совсем этот факт, да, значит, там просто бегал чувачок по лабиринтам, ну, вот, как бы по разным уровням, спускался по лесенкам, помнишь, может, потом, помнишь, потом чуть позже была игра Alien, короче, на Sega, да, конечно, вот, это было очень похоже на Alien, только там не было чужих, там просто бегал чувачок, он вот бегал-бегал, в какой-то момент, короче, по команде он делал, пуу, короче, у него пиксель вылетал и убивал другого чувачка, то есть почти то же самое, что бы происходило в чужом, только там не чужой, а просто был, короче, твой чувачок и был чужой чувачок. Была такая игра на Spectrum, я бы ее играл, она называлась Саботер, по-моему. Может быть, это она и есть, может быть, это она и есть. Там был экран, ты двигался по экрану, экраны переходили неплавно, то есть они твердые были. Нужно было поднимать там какие-то инструменты, бегать от собак. Да-да-да, что-то такое вот было. И вот этими инструментами бросаться в других противников. Я помню, да, я помню, что он стрелял там, короче. Ну, вот это вот тогда меня немножечко увлекло. Это мой, скорее всего, Саботер. Да, я поигрался тогда, ну и все. то есть, ну, поигрался, да, прикольно, прикольная игра, поиграл какое-то время, короче, я туда приходил, играл, потом как-то постепенно интерес угас, чем-то другим увлекся, все, перестал туда ходить. То есть меня тогда это не цепляло, ну вот, игры меня тогда не цепляли серьезно. Вот, и, короче, возвращаясь, да, возвращаясь к военному училищу, в общем, я запустил комп и нашел там цивилизацию. Первая, очевидно. Ну, да, это 96-й год, первая, да? 96-й или 97-й был год, короче. Я не помню, это вторая, но вторая вот где-то вот, по-моему, чуть позже ушла там. Всяга. Ну, так как, короче, в учебный, так как учебный отдел института я попал всего лишь на одну ночь, а чтобы поиграть в цивилизацию надо пару месяцев сидеть играть, как бы, да, то, естественно, я только и успел, что, ну, как бы, слюну пустить. И причем я даже тогда эту работу из-за этого, я, естественно, сразу же начал пытаться играть, что-то там создавать, короче, какие-то штуки, в общем, ну, лазить там по UI, ну, смотреть как бы все, что там как, и вообще, что вообще из себя эта игра представляет, как бы, и все такое. И я из-за этого, как бы, протупил с дедлайном своей вот этой вот работы и получил потом, короче, нормально по шапке после этого дела. Но, вот это вот было первое, это был первый звоночек, когда, короче, я... Первый звоночек был, очевидно, в школе, это уже была уже результатация факта. Да, ну, может быть, но в школе был неосознанный звоночек, а тут я именно задумался над тем, что я хочу снова играть. Причем не обязательно в цивилизацию, а вот вообще, вообще. А что именно тебя привлекало? А, стоп, было еще, знаешь что, было еще пару моментов, когда ребята в этом самом, тогда вот, когда я приехал и между экзаменами, ну, между отбытием из части и прибытием в институт вот это вот свободное время с пустым бланком число, да, да, да. Я когда приехал в общагу на Щепкино, кто-то играл в ДУМ. Там была у нас комната на третьем этаже, которая называлась Пакистан. Почему Пакистан? Потому что, значит, рядом с этой комнатой проходила пожарная лестница, и когда вахтерша закрывала как бы общежитие, то через, по пожарной лестнице, через эту комнату все попадали в общагу. То есть, они залазили на третий этаж и перешагивали на подоконник, короче, вот так вот, да, с этой лестницей и это. Это как была перевалочная база для всех, поэтому она называлась Пакистан. Причем часто бывало такое, что там, ну, люди спят, а тут просто там открывается окно, ну, оно там никогда и не закрывалось, если это лето, понятное дело. Ну, там приоткрывается фрамуга и там такие, вы спите? Да спим, иди, короче. Тут там человек шесть прошли, три раз прикрыли аккуратно двери. Бывало такое, что кто-то там чпокается как бы на кровати, тут точно так же там человека четыре-пять проходят. Ну, разные ситуации смешные бывали. В общем, через этот Пакистан тоже много очень хорошего народа прошло в буквальном смысле слова, кстати. Вот. Так вот, я когда заявился тогда в Пакистан, я, естественно, приехал по гражданке, но чтобы впечатлить всех, я там где-то одел свою форму, камуфляж, ботинки, берцы. И я такой красавец, как бы в этом самом, в малиновом берете такой заявляюсь, короче, а там стоит комп, и кто-то рубашится в Doom. Вот. Ну, я тогда не знал еще, что это Doom. Я просто увидел, что кто-то играет в игру. Вот. И это игра от первого лица, шутер от первого лица, как бы, этот персонаж вертится тут внизу, головой своей вертит. Да, но я тогда, что-то меня это особо не увлекло. Я, во-первых, не сильно любил очередей, а тогда к такому компьютеру, где бы он ни был, к нему стояла всегда очередь из желающих поиграть. Логично. А я этого не любил. Я хотел сразу, вот, я пришел в свободный комп, сел, поиграл. А я смотрю, есть очередь. Да ладно, ребята, играйте сами. Я ушел. Вот. То есть, вот этот Doom я увидел, но я запомнил, что это шутер от первого лица, а мне почему-то очень понравилась сама идея шутера от первого лица. К тому моменту где-то я уже услышал, что есть Doom, ну, то есть, где-то там про него кто-то мне что-то рассказал. Потом я узнал, что есть Duke Nukem, как бы там еще что-то такое, в общем. И когда я вот в учебном отделе увидел эту цивилизацию, я хоть и там, конечно, ну, хоть это для меня все новое, понятно, оно прикольное, я пытался там что-то делать, но я понял, что это не мой тип игры. Мой тип игры – это шутеры, я хочу поиграть в шутеры. Вот. И потом, потом, в каком-то самоходе или в увольнении я попал в гости к одному своему приятелю, он был сын друзей моих родителей. Они жили в Шампанском переулке, вот где спорткомплекс Политеха. Надо сказать, что мы с ним в детстве, часто, когда мы приезжали в Одессу, мы еще там вот в детские времена часто играли, дружили тогда, а потом, ну, вот в период постперестроечный, когда все это самое, мы не контачили, и поэтому, когда мы вновь увиделись, я уже взрослый, и он уже вырос, тоже, и не помню, как я к нему тогда попал в гости. У него, и, кстати, еще батя был очень серьезный дядька, он был, по-моему, директор завода Микрон, вот, и поэтому у него был хороший комп на те времена, вот, и, по-моему, у него к тому времени уже была 99, ну, ВАЗ-99, то есть машина, хотя он был еще, в общем-то, сколько ему там, ну, мне тогда было там 21 или сколько, или 20, и ему где-то 20 или 19, но он уже был упакован, будь здоров, знаешь, по, если там выражаться так, вот, и я когда к нему попал, а у него комп стоит, и он мне давай показывать, что у него там на компе есть, а у него там есть, помнишь, такая игрушка была, Хексен, по-моему, она называлась, там чувачок с мечом ходил, вот, и я как ее увидел, как я заболел этой штукой, я у него сидел до поздней, там, до поздней ночи, пока они меня уже чуть ли не вытолкали, знаешь, типа, иди тебе там, сейчас тебя, мол, ну, опоздаешь с увольнения, короче, дадут это, я потом, я потом раз пять, наверное, ходил, даже когда его не было дома, я у его бабушки, которая была подруга моей бабушки, еще в военных лет, они вместе там воевали, вместе там в эвакуации были, ну, короче, такое, вот, она была дома, я как бы заходил, вот, и говорил, Евгения Кузьминична, а можно я пройду, а она говорит, а ты знаешь, как его включать, а то там смотри, может что-то испортишь, я просто не знаю, я говорю, да я знаю, конечно, и я шел и сидел, играл, даже когда, бывало такое, что, короче, я приходил не к Вове, а приходил поиграть, вот, ну, короче, вот это вот, я очень хорошо тебя понимаю, да, это было вот уже, это уже, короче, было зерно посаженное, как бы, плотненько в землю, политое, то есть, я буду играть и дальше, короче, вот такая вот история. Глеб, я хочу немножко прыгнуть вперед, давай прыгнем вперед, потому что, да, мы сильно зацепились, очень, да, все, расскажи мне про Вохор, я помню, что ты мне рассказывал про Вохор, когда-то... Ну, смотри, я просто буду быстро тогда рассказывать, значит, в военном училище я тоже проучился не до конца, я в какой-то момент заболел дизентерией, это такая жесткая окопная болезнь, хотя я в окопах не сидел, просто было лето, столовка была закрыта на ремонт, и мы поэтому питались с полевых кухонь, а с полевых кухонь ты питаешься из своего личного котелка, который у тебя, то есть в столовке у тебя там тарелочки, там все, а тут у тебя котелок, который надо после еды нормально вымыть, это лето, вот, и я просто в какой-то момент плохо помыл свой котелок, вот, жестко, и я попал в госпиталь, в инфекционное отделение, которое находится в парке Шевченко, раньше, но там сейчас его нет, там сейчас коттеджики, на месте инфекционного отделения госпиталя, теперь там живут ну вориши всякие, как бы, вот, а когда-то там было инфекционное отделение, а еще раньше, там был лепрозорий еще при царе, вот, слушай, а я не помню, где это было, это прямо напротив почти ментовского училища, а, да, я когда туда попал, то у меня была куча свободного времени, и куча, ну, свободного времени для разных мыслей, скажем так, вот, и я такой человек думаю, а что я вообще, ну, отслужу я там, ну, в смысле, отучусь, получу лейтенанта, и что, и вот я, ну, начал смотреть как-то в будущее, и думаю, и вот это вот я буду тратить на это всю свою жизнь, я же вот как бы, ну, человек-то творческий, я же там, ну, и рисую, и то, и все, и туда меня бросают, и сюда меня бросают, в общем, много чего хочется, но в армии я ничего этого не получу, я просто получу службу, целую кучу службы, вот, выйду на пенсию там, как бы уже человеком, в 35 на пенсию, ну, даже в 35, но с человеком с расшатанными нервами, потому что армия нервы расшатывает, даже без каких-то там вот таких вот потрясений, как сейчас там на Востоке где-то, даже просто, если ты, ну, как бы несешь обычную службу, это самое, ну, как бы такое, тут еще пара моих гражданских ко мне пришла, меня проведать туда там, и такие, короче, да, ты тут чалишься там, а мы там, ох, как бы там, как у нас хорошо, там у нас там Black Jack, и женщины легкого поведения, а ты тут, короче, вот, и я вот где-то вот в госпитале, я принял решение, что, наверное, надо мне как-то попытаться это самое, вот, это уже как раз был, ну, конец второго курса где-то, тогда я задумался, что надо как-то мне пытаться, наверное, уходить из военного института, это было сложно, то есть обычным путем оттуда нельзя было уйти, ну, как бы просто вот взять и подать документы на отчисление, потому что ты перед поступлением туда заключил контракт, что ты обязуешься доучиться, и потом 5 лет минимум отслужить в вооруженных силах, вот, поэтому тебя просто вот по своему собственному желанию не могли отчислить, короче, я еще потом служил, еще до самого вот конца уже, когда мы экзамены уже сдали, все, и только потом я как бы заявил о своем желании, что, ну, оно как-то у меня возревало-возревало, и все-таки созрело, что надо мне, наверное, валить и заниматься чем-то другим в жизни, вот, и когда оно созрело, я, в общем, его озвучил там кому-то, сначала Ротному, по-моему, вот, Ротный посадил на него и сказал, кх, ебалай, вот, ты, пропадешь на гражданке, знаешь, тут за тобой, там, мол, Министерство обороны, ты же, короче, там, ну, у тебя же ветер в голове, типа, а на гражданке сейчас там куда-нибудь там это, ну, такое, мать моя очень сильно не обрадовалась моему такому решению, как бы, странно, почему бы это, мало того, она приехала, и они меня в какой-то момент, замначальника факультета по воспитательной работе, начальник учебного отдела факультета, и моя мама, вот, втроем они меня в кабинете сидели и уговаривали, чтобы я остался, и не уговорили, вот, успеваемость у тебя, в общем, была нормальная, нормальная, тройки, четверки, пятерки, то есть, там, почем-то, почем-то пару троек у меня там где-то щеголял, а в основном 4-5 у меня по этим, по всем предметам, которые были нормальные, это самое, где-то были пятерки, в основном я хорошистом был, а там же не только гражданские, ну, как бы, специальности, там куча военных еще, то есть, мы учили высшую математику, мы учили точно так же физику, химию, как бы, там, мы учили, там, сопромат, материаловедение, еще такие вот вещи, но в то же время мы учили, там, БТВ, бронетанковое вооружение, там, тактика, общая тактика, тактическая подготовка, специальная тактическая подготовка, огневая подготовка, как бы, инженерное дело, там, всякие, ну, такие вещи, инженерное дело, это всякие заграждения, мосты, саперно-минерные там работы, ну, это все мы учили, как бы, и это все было, и очень, ну, получается, что нагрузка на курсантов в военных вузах побольше, чем на студентов, Кроме этого, целую кучу военных специальностей, а ещё и службу тянут. То есть, караулы, наряды, это же всё как у солдат обычных. Ну, смотри, зато бухать не надо, и наркотики принимать. Да, но они очень часто это всё равно многие делали. Ну, как бы, исхитрялись, находили, как бы, всякие лазейки для этого. И многие, кто хотел, они, как бы, и бухали, кто хотел, там, и подкуривал, наверное, тоже это самое такое. Да, это, ты же знаешь, что... То есть, хочет, найдёт возможность. Да, конечно. Вот, в общем, я принял решение, и, короче, мне тогда сказали, так, чувак, ну, раз ты уже полностью решил, смотри, какая история. Так как ты подписал контракт, и у тебя есть два варианта, как отсюда уйти. Либо по недисциплинированности, либо по неуспеваемости, мы тебя можем отчислить. По семейным обстоятельствам, у тебя нет семейных обстоятельств, по которым ты мог бы уйти. Это обычно, там, переезд за границу, там, или родственника, ну, что-то с родственниками. Рождение второго ребёнка. Ну, там, в общем, да, там такие сложные... Ну, по состоянию здоровья, так всё нормально у тебя со здоровьем, короче. Ну, то есть, они перечислили все причины, которые могли бы быть. Я ни под что не подходил. Остались вот эти две. Так что, говорит, выбирай, как тебя отчислить. И я... Ну, я тогда рассудил, что лучше иметь, как бы, репутацию раздолбая, чем дебила по жизни. И говорю, давайте по недисциплинированности. Тем более, что я действительно успевал нормально, а с дисциплиной у меня случались проблемы. То есть, это было ни на голом месте, ни на пустом. Вот. Ну, и, как бы, вот так вот меня отчислили по недисциплинированности. Вот. И что ты думаешь? Не прошло и полгода, как говорят в поговорке, я пошёл работать в милицию. Угу. Вот. А как ты принял это решение? Просто я, когда оттуда ушёл, почему-то мне сильно захотелось, короче, каким-то образом попасть в криминалистику, в экспертизу. Угу. И мне кто-то сказал, что из ментовки можно поступить в институт МВД, там будут льготы, как бы, если ты пойдёшь работать в ментовку, то есть, и тебе будет гораздо проще. Ну, это типа вот как из армии поступить в военное училище, так же. Но ты же уже это делал. Да, ну вот я не знаю, что со мной тогда случилось. Чувак, честное слово, не знаю. Это было, ну, это было опять, наверное, какое-то тогда ошибочное решение, но тем не менее. Ну, слушай, тебе было сколько? Лет 22-23, наверное? Да, на тот момент где-то. Вот где-то в районе этого. Да. Ну, это же совершенно ветреное время. Ветреное время. И это ещё было ветреное время человека, который, ну, попал вот, его становление из недоросля в молодого человека пришлось на вот этот самый развал Союза. То есть, это тоже разные вещи. Ну, да. Сейчас, допустим, люди в 23 года, они мыслят по-другому совершенно. Слушай, смотря кто. У них тоже много ветра в голове, да, но гораздо больше сейчас людей, которые в это же время начинают, ну, как-то мыслить, чем, наверное, было в наше время молодых людей моего возраста. Тогда, с одной стороны, вроде бы люди взрослее были, а с другой стороны в чём-то инфантильнее. А сейчас наоборот. Сейчас поменялись как бы стороны жизни. Вот в каких-то таких практических сторонах люди сейчас быстрее взрослеют. Но зато всё, что можно отнести к духовному, оно гораздо более инфантильно сейчас. Вот мне так кажется. Это моё мнение. Ты знаешь, может быть, это просто вокруг тебя складывается такая картина. Ну, может быть, я не знаю. Или просто твой внутренний мир стал, ну, он же расширяется со временем, и твой расширился уже до такой степени, что ты смотришь на подростков и такой, о, этот подросток что-то понимает, ну, этот дебил. Но вместе, там, через пять лет они оба плюс-минус на одном уровне. Этот тянулся, а этот просто как-то своим каким-то дошёл. Ну, бывает по-разному. Вообще, каждая судьба, она уникальна, как, не знаю, вот, как зерно серебра в фотоэмульсе, или там, не знаю, или как капля дождя. Я в 22-23 выходил из поездов, едущих на правильном направлении, просто выходил из них. Такой, не, мне неинтересно. Вот как ты рассказываешь, вот очень похоже. Ну, вот примерно. Может быть, я себя искал. Я, несмотря на то, что, вот, я тогда, допустим, поиграл, понял, что игры это круто, но это было ещё задолго до того, как я вообще, в принципе, пришёл в геймдев. И вообще, я в геймдев пришёл случайно, сейчас мы к этому дойдём. Но тогда я уже понял, что, скорее всего, мне надо, ну, не тогда, я позже понял, что я хочу всё-таки зарабатывать на жизнь и заниматься именно творчеством, то есть, чем-то околохудожественным. Это было позже. Тогда я вот хотел стать экспертом-криминалистом, я пошёл работать в милицию. И свалил оттуда уже, когда я понял, что там ничего не выгорает, вот, ну, думаю, ладно, зато узнал противника изнутри. Знаешь, тоже прикольно, как бы, потому что, ну, будем откровенными, мало кто любит милиционеров и полицейских тоже, вот. Короче, я туда... Даже они внутри себя не очень сильно любят. Да, я оттуда ушёл, вот, без сожаления, насмотрелся там всякой грязи, естественно, о которой я, в принципе, и так догадывался, но там я её уже прям, ну, как бы, повидал, знаешь. Причём, ну, с разных сторон. И грязь, которая окружает эту работу, эта работа очень неблагодарная. И грязь тех, кто там работает, потому что работа действительно очень сильная. Тут уже даже дело не в самой работе, а в системе, которая сложилась. Глеб, если долго смотреть бездну, бездна начинает смотреть. Короче, я оттуда ушёл, а так, как я оттуда ушёл, ну, я думаю, блин, ну, окей, как-то мне вот хотелось бы чем-то заняться таким вот совсем другим. Но, блин, я уже настолько погряз в этих всех силовых штуках, там, в людях, которые носят где-то там рядом на бедре пистолет или там на ключе автомат, что я уже даже не знаю, что делать, ну, как бы, а зарабатывать-то надо уже, я и взрослый человек уже, надо быть финансово независимым по-любому. Я такой, я не помню, как я попал в Охр, точно в подробностях я имею в виду, не помню сейчас, что меня к этому толкнуло. Но просто так получилось, что у меня был знакомый один, он мне туда посоветовал пойти, а я почему-то и не отказался. Я вдруг вспомнил, что я всегда бредил в детстве железной дорогой, думаю, а это железнодорожный, ну, хоть и ВОХР, но железнодорожный. В то же время там, ну, как бы, ты вроде и служишь, а вроде и рядом с железной дорогой, и, как бы, и прикольно. Ну, ладно, пойду поработаю, знаешь, посмотрю, что это такое. Пошёл я, значит, в этот ВОХР на заставе первой, короче, отряд был, в общем, я там работал некоторое время в ВОХРе, вот. Вот, там ничего интересного не происходило, это был просто ВОХР, мы сопровождали там всякие вагоны, как бы, туда-сюда, вот. Потом я сначала работал в стрелковой команде, потом перешёл там опергруппу, которая занималась примерно тем же, чем занимаются опера в ментовке, но только именно по своей теме, по железной дороге. Да, мы как-то там пару раз какие-то рейды делали, где-то там, помню, на какой-то станции законсервированных тепловозов свои же, как бы, там, машинист с каким-то ещё путейцем сливали, там, топливо продавали, ну, то есть, тепловозы на консервации, они там потихонечку солярку точат, знаешь, там, куда-то налево продают её, помню, мы вот их ловили, там, как бы, рейд делали на, ну, чтобы поймать этих чуваков, такое. В общем, а так, в принципе, ничего интересного. Единственное, что мне нравилось, это то, что застава, а вокруг заброшки, а я очень всегда любил заброшки, для меня вообще вот эта вот вся постиндустриальщина, я её любил ещё, когда это не было мейнстримом, я так скажу, ещё вот, вот серьёзно, мне это нравилось ещё задолго до того, как люди начали в Припять там ездить туристами, то есть, ещё с советских времён мне всё это нравилось. Слушай, мне кажется, мы выросли просто в то время, когда это нас окружало, и мы привыкли это любить. Ну, да, плюс ещё эта разруха сама по себе была в то время такая, ну, короче, и в то же время там природа, это вот эти вот там поля, как бы, вокруг первой заставы, сейчас там уже, наверное, всё застроили, я даже не знаю, что там, как бы, сейчас происходит, вот, но тогда это было вот прикольно, иногда бывает, как уйдёшь куда-нибудь там по этим путям, там, в парк приёма, дойдёшь там почти до шлюза, а там вокруг лето, знаешь, эти цикады стрекочут, никого нету, классно, возьмёшь с собой какого-нибудь там Майзека Азимова или ещё там какого-нибудь, бляд, завалишься там на насыпи прям в траву и читаешь, короче, очень клёво. Ну, прикольно, то есть, какая-то даже в этом романтика была. Альбом ты брал с собой, ты рисовал там? Нет, там не рисовал, там не рисовал, рисовал я в военном училище много, вот, когда учился, а ментовка у меня тогда немножечко отбила, ну, не то, что отбила, а чуть-чуть, как бы, был такой период, плюс у меня там ещё семейные, вот, начались как раз в это время дела не очень удачные впоследствии, поэтому это самое, да, и вообще то время, честно говоря, оно не очень, я даже, многие вещи из того времени они у меня выпали из памяти, потому что, наверное, я хотел, чтобы они у меня выпили из памяти, ну, ты понимаешь, да, такое, много было там всяких неприятностей, негораздов, да, и поэтому я сейчас помню только хорошие вещи оттуда, а вот какие-то, ну, такие не очень хорошие, стараюсь, уже забыл их, вот так вот, да, но тогда я не рисовал, но читал много, как бы, да. Меня оттуда уволили за мою серьгу в ухе, как ни странно. Не, ну, серьга это была последняя капля. Короче, случилось там происшествие, там, в общем, завалило в вагоне при распуске с горки, ну, процесс сортировки вагонов знаком, наверное, это когда локомотив толкает состав на специальную горку, на горке стоит отцепщик, он отцепляет по два, по три вагона, и они катятся сами по себе, а диспетчер в это время переводит стрелки, и они катятся в нужный путь и присоединяются к нужному составу. Это и есть, собственно говоря, сортировка поездов, она так выглядит. И вот при сортировке там произошел инцидент, никто не знал, или, может, кто-то протупил, что в одном из вагонов есть два человека, которые сопровождали груз-консерв из Белгороднестровского, там килька какая-то в автомате, они этот груз куда-то там сопровождали. Ну, куда этот вагон там отправлялся, я не знаю, может, куда-то недалеко, а может, вообще там, бог знает куда, вот, там, на Дальний Восток, например. Но они там сопровождали этот груз, и это были охранники именно от самого завода. Просто вот они, как бы, неофициально, видимо, знаешь, просто вот сопровождающие груза, да. И они спали в этом вагоне, это было ночью. И при распуске, короче, с горки сложились обстоятельства, что скорость вагона была больше нужной. То есть там, когда они катятся, диспетчер специальными пневматомазами их тормозит. То есть там после этой горки есть такой участок пути, где поднимаются такие штуки и тормозят вагон, как бы, с двух сторон. И притормаживают его до определенной скорости, которая там по инструкции положена быть у этого вагона, для того, чтобы он присоединился к составу. Опять же, забыли этих людей предупредить о том, чтобы они вышли, потому что при распуске и при сортировке никого вообще не должно быть в вагонах. Их должны были разбудить, предупредить, они должны были выйти оттуда, и только потом, когда уже состав сформирован, опять залезть в этот вагон. Короче, вагон сильно ударился в сцепку, полопались там распорки, и их завалило внутри этим грузом, этими ящиками с консервами. И одного из них насмерть. То есть ударило в висок, и все. Один там, ну, как бы обошелся, испугом просто отделался, а второй умер. И мы были на смене. Какие-то ночью рабочие путейцы какие-то случайно услышали стон из вагона, и как кто-то зовет на помощь. И они увидели, что дверь приоткрыта, там пломба сорвана, высыпаны там туда ящики, и кто-то зовет изнутри на помощь. Они сразу побежали к нам, дернули нас, мы туда пришли, увидели это сразу же в линейный отдел. Там была такая старшина, тетя Валя, такая большая женщина, ну, милиционерша. Вот, мы сразу же ее как бы дернули. Вот, и она, значит, уже подняла там кипиш. И наутро там кто только не собрался. И транспортная милиция, и прокуратура, и целая куча. Ну, естественно, был начальник отряда. А я из-за своей, в общем, анархистской натуры, я начал к этому времени уже совсем распускаться. Я начал отращивать волосы. Я там носил налобную повязку, как Рэмбо. У нас были ТТ-пистолеты на вооружении. То есть они как бы в армии давно сняты с вооружения, а в Охре они до сих пор. И мне было неинтересно в уставной кобуре носить этот пистолет. Я же был молодой, дурной. Мне хотелось как бы оперативная кобура, чтобы все... Ну, я же крутой. И вот ты его под плечом носил. Я его носил под плечом. Это было вообще не по инструкции, короче. И когда... Слушай, ну это же неудобная херня. Ну, это давай, это оставим. Мы же типа не об этом сейчас. Короче, это... Так эта кобура еще и самодельная была. Я ее сам сшил. У меня там еще по милицейским временам газовый револьвер был. Я вот для него сам себе сшил эту кобуру. Короче, и вот я в ней носил этот пистолет. И когда меня начальник отряда увидел в старой вот такой вот рыжей кожанке, как бы с этой налобной повязкой, с серьгой в ухе, с вот этими волосами, которые уже почти как у Рэмбо, с этим пистолетом не по уставу, короче, он там поднял хай и меня уволили. Ну, реально как бы хоть... Ну, он сорвался на тебя. Да, он сорвался. Я просто, когда устраивался в отдел кадров, ну, когда я туда пришел в отдел кадров, а серьгу я вставил между милицией и вот этим вохром. Там был у меня небольшой период, как бы такой, когда я вернулся к истокам, знаешь, и там у меня с одной барышней еще были эти самые отношения, и, в общем, мы как-то с ней там пробили себе ухо, и каждый вставил по серьге. И, в общем, когда я пришел в отдел кадров устраиваться, я заклеил мочку уха пластырем. Потом, когда у меня эту серьгу увидел мой непосредственный начальник, он, короче, говорит, слушай, а что ты... Это смотри, потому что я-то ладно еще, но вот если увидит там начальник отряда, будет у тебя проблема и это самое. А что это вообще, зачем оно тебе, говорит, надо? Я говорю, да, говорю, дело в том, что у меня, говорю, жена. Она из Непала или из Бутана, из какого-то так получился. У них верование такое, у них вместо обручальных колец вот такая вот штука. То есть я выдумал такую дурацкую историю, как бы это самое, и как-то для него это проканало, он говорит, ну ладно, но если что, говорит, то ты вот начальнику отряда так и объяснишь. Но на него это объяснение уже не подействовало, потому что кроме Сергея все остальное как бы навалилось, это самое, и, в общем, да, он потом так и сказал моему непосредственному начальнику, вот этого человека к концу месяца я в отряде видеть не хочу. Ну и я уволился, конечно, по собственному желанию, но как бы по настоятельной рекомендации, скажем так. И вот после этого, после этого, даже еще не после этого, а еще когда я там работал, я жил все это время, в общем-то, в Одессе, но у меня в тот момент возникли какие-то трудности с жильем, а для иногородних, для тех, кто, в общем-то, далеко живет, были там такие условия работы. То есть мы работали вообще сутки через трое, вот, то есть ты сутки работаешь, трое суток ты отдыхаешь, сутки работаешь, то есть обычная сменная такая-то, но для иногородних был график работы три через пять, то есть ты сутки работаешь, сутки ты отдыхаешь, но находишься в пределах команды, то есть в расположении команды, ну там отдыхаешь, играешь там, но где-то на подхвате, то есть чтобы ты мог как бы, если что, тебя дернуть. В общаге просишь или в какой-то части? Не в общаге, а прямо там, там же есть комнаты отдыха, прям вот на заставе там своя вот эта вся фигня. Там даже банька была у нас, это самая своя, на дровах такая хорошенькая. То есть, ну, нормально, можно было там находиться. Потом сутки ты опять работаешь, а потом на пять суток ты отдыхаешь. Это, если посчитать, то это получается то же самое, что сутки через трое, такой график. И вот я, когда у меня возникли проблемы с жильем в Одессе, я начал, как бы, я перешел на этот график и начал просто уезжать к себе туда, ну, вот, в свою провинцию. И там я пять суток свободен, потом я приезжаю на трое суток, потом опять уезжаю, пять суток свободен. И вот с таким графиком, когда я снова там в родные пенаты вернулся, окунулся немножечко в ностальгию, вокруг-то все, что меня с детства окружало, куча моих детских рисунков, куча моих там юношеских каких-то набросков, каких-то там проб маслом, проб там каких-то гуашевых этих. И я снова встретился с Петром Сазоновичем, это мой преподаватель, напомню, по изобразительному искусству, который был и в школе, и он уже и за студию вел, в которую я ходил еще, когда в школе учился. Он жил всегда в селе, но вот в тот год он снял там себе в городке домик в частном секторе, и жил в этом домике, он как под мастерскую работал там и готовил там пару учеников к поступлению на худграф. И когда я с ним встретился, он меня пригласил, говорит, приходи ко мне в мастерскую, как бы я к нему начал ходить, ну вот в эти свободные свои пятидневные отрывки, мне заняться было нечем особо, как бы я предоставлен сам себе, я там даже пару халтур каких-то подхватил, помогал там доску почета оформлять, там, я помню, карту района рисовал, ну на этой доске почета было такое дело. И, кстати, покойный художник, дом культурский, так мне остался 50 гривен должен, короче, ну как бы так и не отдал, я помню, за работу. И вот это была твоя первая оплачиваемая работа как художника? Как художника, да, наверное, да, вот именно вот эта вот доска почета. Ну, потому что в военном училище это все нельзя считать, это не оплачивалось никак, кроме какими-то поблажками по службе. А это именно вот деньги первые я заработал как раз, когда я делал эту доску почета. Ты хорошо, что обратил внимание, я об этом даже сам не подумал. Ну и я, естественно, стал ходить к Петру Сазоновичу, тут он меня попросил помочь ему подтянуть парочку ребят, подготовить их к поступлению на худграф, он говорит, слушай, ну вот ходит ко мне там тот-то, ходит это самое, ты можешь, у меня просто я работаю, тоже времени не всегда есть ими заниматься, ты можешь с ними там гипсы порисовать какие-то, там можешь что-то такое, это самое. А потом он мне такой говорит, слушай, а может быть ты на худграф-то сам поступишь, что тебе мешает-то? Там есть, говорит, заочное отделение. Ты, если, допустим, работаешь, так ты можешь просто пойти на заочку и работать, продолжать работать у себя там на этой железной дороге, говорит, и учиться на худграфе, но тем не менее осваивать и получать все-таки специальность-то надо какую-то. Ну он мою историю всю знал хорошо, мои мытарства вот эти вот. И тут, короче, я пришел и поделился этими делами с мамой, а она как ухватилась за это, говорит, а это же идея крутая. Да, конечно, говорит, давай так и вперед, как бы, и с песней, да. И давай я, значит, вместе с этими ребятами рисовать усиленно. Начал я тогда маслом снова там писать, потому что там школьные мои попытки вообще никуда не годились. А тут я увлекся именно масляной живописью, как бы, ну, все лучше и лучше, правда, у меня, конечно, получалось. В общем, с одним из ребят, которые к нему ходили, я еще и подружился. Когда вот он первый раз пришел к нему, и он говорит, это Юра Ефимов. Ты его знаешь, а его мама, она как раз была директором Дома пионеров после моей мамы. Она была ее подругой. И я его со школьных времен знал, ну, со школьных лет знал, но он тогда для меня был, ну, шпингалет, потому что он там года на три меня был младше. А ты же знаешь, в школе на три года младше это никто, ну, как бы, чаще всего. А тут это уже, ну, нормальный такой парень, как бы, ну, уже это самое. И самое главное, что он пришел в футболке, на которой был принт с обложки альбома «Металлика» 1986 года. «Мастер оф Папец». «Мастер оф Папец», да. Я сразу же понял, что это свой человек. Вот. И мы с ним начали, я его начал готовить, сам начал готовиться, мы, как бы, подружились, и все. Вот это с тех пор... И вы с ним вместе пошли поступать? Мы с ним вместе пошли поступать. Он поступил, но быстро ушел оттуда. Не задалась у него художественная тема. Он, в конце концов, стал музыкантом, басист, вот, гитарист, он, ну, любитель был тяжелой музыки. Ну, неважно. В общем, мы с ним поступили, и я стал учиться на худографе. Заочно. К тому времени я... Меня уже оттуда уволили, и я просто... Из лоха. Да, и я, естественно, зарабатывать деньги как-то надо. Вот. Я при поступлении познакомился с одной девушкой, которая стала потом моей второй жимой. Вот. Но, правда, опять же, ненадолго. Вот. Но, тем не менее, она работала тогда уже, поступив на худграф, она поступила туда после грековки. Грековка – это серьезное художественное училище, но оно не дает высшего образования. Она дает среднее специальное образование. И потом, если человеку нужно именно высшее образование для каких-то целей, то ему прямая дорога на худграф. Но худграф, конечно, не готовил серьезных художников. Он готовил преподавателей изобразительного искусства и черчения. А Грековка, она именно готовила художников. То есть в плане художественной подготовки Грековка, она вне конкуренции, конечно, была. Худграф, это было так. Ну, а мне нужно было всё-таки специальности и высшее образование желательно, поэтому я пошёл на худграф, а не там в Грековку. Тем более в Грековке не было заочки. Ну, многие даже удивляются, как это вообще художнику учиться на заочке. Но, тем не менее, мы учились, мы приезжали на сессии, у нас была целая куча именно пленэра. Мы просиживали во время сессии, мы там бывало прямо с утра и до поздней ночи сидели в мастерских, рисовали или писали маслом. То есть можно учиться на заочке художнику. Если он хочет, то он научится. Если не хочет, то он не научится даже на стационаре. Ну, высшее образование – это всего лишь поддержка. Это да, конечно. Но это всё ещё по напутствиям мамы, потому что она очень сильно хотела, чтобы её дети были образованными. У неё были какие-то на этот счёт ещё старые установки ещё с тех времён, когда это действительно было важно. В общем, я пошёл на худограф, я начал учиться, и девушка, с которой мы познакомились, она в это время работала дизайнером в фирме, которая занималась там всякой фигнёй, чуть-чуть наружкой, чуть-чуть полиграфией, визиточки. Это же всё тогда только начиналось. И у нас это всё называлось рекламным агентством. Да, вот она и работала в рекламном агентстве. Да, и причём руководитель этого рекламного агентства был отцом тогдашнего президента Одесского рок-клуба. Невский. Фамилия такая, знакомая, нет? Да, конечно, знакомая. Странно, почему бы это? И она как бы работала у её отца в этом рекламном агентстве. Агентство находилось в водопроводном переулке, вот прямо в здании Стальконата, там сбоку полуподвальчик, они там работали. Я пару раз пришёл к ней туда. Я увидел, как люди сидят за компьютером и делают всякие дела прикольные. Вот тогда я понял, что, наверное, мне надо, короче, этим же заниматься. Это пришло... Ты ещё сам этого не поделал, но увидел такой... Да, да. Вот это я буду делать. Я увидел, и я понял, что мне надо этим заниматься, но как? Компьютера своего у меня не было, денег, чтобы купить его у меня тогда тоже не было, это надо было копить. Он стоил, как машина тогда. Очень, да, это всё серьёзно было. И тогда вот в тот момент этому можно было учиться, только устроившись вот куда-то на такую же работу. И что я сделал? У моих родителей был из нашего городка приятель, он был заведующим отделом по охране памятников культурного наследия Одессы. Угу. Вот. И мне тогда кто-то посоветовал или родителей, или даже, может, кто-то просто там из их друзей, обратись к нему, может быть, там у них есть работа какая-то интересная, и ты мог бы там у них работать. И я пришёл тогда к нему, спросил у него, говорю, вот, хотелось бы дизайнером работать, что-то делать с дизайном. Я так понимаю, что раз у вас, ну, управление по охране культурных исторических памятников, наверное, у вас есть работа для таких, как я, ну, для желающих вот таких. А он говорит, нет. У нас тут в основном бумажная волокита, и ничего такого вообще придумать не могу, но сейчас, говорит. И достаёт при мне телефон мобильный, тогда уже они появились потихонечку, начали появляться. Набирает кого-то и говорит, вот есть тут у меня человечек сидит, парень, очень хочет работать дизайнером. Давай я к тебе его сейчас направлю, а вы там с ним уже решите эти дела. Ну, и как бы он меня попротежировал одному из руководителей одного из рекламных агентств Одессы. А через него, надо сказать, многие просто проходили, потому что любая вывеска в центре города, она проходила через утверждение вот в этом управлении. Ну, ты понимаешь, да. Да, я дальше, я дальше, понятно, да. Я пошёл туда, и мне говорят, что, умеешь что-то делать? Я, конечно, ничего не умел, но я тогда сблифовал и сказал, что да. И они говорят, ну, окей, давай, короче, у них там работал хороший дизайнер, он всё делал в Короле, тогда ещё не было 3D. Вот ты будешь помощником нашего дизайнера, давай, короче. И, ну, пока осваивайся там туда-сюда. И, в общем, я ничего не умею, пытался освоиться. Сразу же я начал по нычке, я там смог оставаться, это было в центре города на Екатерининской, напротив, где вот кардинал-магазин, там напротив подворотня такая, там когда-то был бар-сиеста рядом, и внутри было это, значит, офис этого агентства, внутри двора в полуподвальчике. И у них там был офис и одновременно небольшой цех, где они там краили всякие буквы, лайтбоксы и прочее. И вот я, значит, выклянчивая у Вадика, у хозяина агентства ключи на ночь, ну, типа, все расходятся. Ты что, идёшь? Да я посижу там, поосваиваюсь, поучу что-то. Ну, давай, держи, меня закроешь, короче. Вот. И вот я вот так вот, таким образом я оставался, и я учил Королл. Тебе именно в кайф было, или ты… Да, мне было в кайф, но мне было больше в кайф, как потом оказалось, вот когда я начал всем этим заниматься, мне сразу же стал больше в кайф фотошоп. А в наружной рекламе фотошоп был не нужен тогда. Ну, короче, всё делалось в векторной графике, потому что всё потом резалось на режущих плотерах, накатывалось оракалом, и фотошоп там был не нужен. Тогда ещё в наружной рекламе сильно не использовали печать там, ну, на баннерах и это, тогда этого не было. Это потом, чуть позже как-то вошло в моду. Тогда, когда действительно уже нужно было знать… Ну, тогда вообще не было такого понятия, как пайплайн. То есть, ты просто всё делал в одной программе, и как бы всё. Вот ты сделал там в Королле макетик, подготовил его к порезке на плотере, записал на дискетку 1.44 и отнёс её как бы туда, где есть плотер, они её чпок и порезали. Всё, порезали на оракале, либо вставили в плотер вместо ножа фломастер и нарисовали это всё на бумаге, а потом в цеху ребята по этим лекалам вырезают. Там из пластика, из ПВХ, из акрила, всё то, что им нужно. Вот это вся работа. То есть, никакого фотошопа не нужно было. Но я тогда на книжке купил библию по фотошопу и начал читать, и я понял, что вот это вот, оно прикольнее, короче. Вот это вот, потому что Королл, ну что ты, ну, фотошоп – это же полноцвет, это же растер, это можно разогнаться, это можно редактировать фотки. И я начал ночами изучать фотошоп, забив при этом на Королл. И когда через некоторое время мне первое моё задание там такое серьёзное, потому что я до этого, в принципе, только вникал, вот, меня там особо ничем не нагружали, и буквально там недели две или три прошло, и мне вот решили дать уже какую-то фигню, вот, принёс чувак из какого-то большого предприятия, то ли завод какой-то, то ли что, на бискете файл, где вот, ну, надо было, в общем, сделать таблички. Причём их надо было не сделать даже, они уже были сделаны, а их надо было просто подготовить к порезке, то есть, раскомбайнить там, ну, переложить, как бы правильно на лист разложить и всё такое. И когда, значит, он мне дал бискету, я такой, чувак, воткнул там, загрузил этот файл, открылся, вот, а тут за спиной стоит, значит, ну, заместитель директора, вот, и такой говорит, давай раскладывай под плотер. А я такой смотрю и не знаю, как это сделать. То есть, я вот так сижу с мышкой и так вожу, знаешь, как бы курсором туда-сюда. Он такой, Глеб, ты что, не знаешь, как это сделать? И я такой, да сейчас, сейчас, такой, и там в холостую щёлкаю, знаешь, что он... Он говорит, слушай, а что ж ты сказал-то, что ты дизайнер-то? Как же так-то? Ну, давай, короче, решать, что с тобой делать. В общем, коллегия собралась, и, в общем, все дружным решением решили меня отправить в цех работать. Руками? Руками, да. Давай, парень, пойдёшь к этой буквы клеить пока что. А потом, короче, если всё у тебя с буквами будет нормально получаться, возможно, мы тебя вернём назад, вот, какое-то, в общем, тебе организуем обучение небольшое, если ты так уже хочешь. Но пока за то, что, ну, за вот этот блеф, пойди-ка поработай пока в цеху, короче. В общем, перевели... Ну, слушай, они тебя не уволили? Не, не уволили. Но, может быть, они меня не уволили, потому что меня попротежировали, вот, серьёзный человек для них. Да, может быть, из этого. Если бы я просто с улицы пришёл, то, скорее всего, даже никто со мной разговаривать особо не стал бы, выгнали бы. То есть, мне повезло всё-таки в этом плане, что тогда... Ну, скорее всего, им были нужны руки. Такая история, может быть, да. Ну, и я в цеху поработал, нормально как бы научился там делать всякие лайтбоксы, сетилайты, буквы там объёмные, заработать с акрилом, с ПВХ. Там, кстати, у них в цеху был даже отдел неонщиков. И как-то подошёл ко мне Вадик, ну, директор всего этого дела, говорит, Глеб, не хочешь обучиться на стеклодува? Я говорю, ну, не знаю, а чё, ну, как? Он говорит, можем тебя отправить в Москву на полгода, там есть курсы, вот, фирма за тебя заплатит, но ты должен приехать и потом работать. Ты не должен уходить к конкурентам, а ты должен работать. Типа, ну, такой трудовой, намёк на трудовое рабство в некотором смысле, короче. Похожая сделка, которую ты уже два раза заключал. Ну, типа того, да. Из которой ты выпрыгивал при этом. Но я в тот момент как раз ко мне, мой старый однокашник по университету, он работал на заводе Кинап, где потом, кстати, некоторое время был Абысофт, который тогда ещё не был Абысофт. Но это было на лет семь или шесть раньше, чем я попал потом туда, в Абысофт работать. Вот на Кинапе он работал, значит, там была группа ребят, у которых был шёлкотрафаретный станок для печати на футболках и на всякой ткани. Полуавтоматический, английский, фирма Samson Industries, по-моему, короче, это по тем временам очень немыслимая дорогейшая штука была, как бы этот станок, и он только один был в Одессе у этих ребят, и у них ещё был швейный и закройный цех, то есть они печатали футболочки, там покупали на седьмом, на футболках прям на готовых печатали, а на балахонах, не на готовых, они печатали на флисе, ну, на этом, Polartec, флис, короче, а потом у себя в швейном цеху шили балахоны сами, то есть у них там швей были, у них был закройный цех, раскрощицы сначала делали, как бы, выкройки, мы на этих выкройках печатали, и вот Вовчик, мой друг, мой однокашник университетский, он у них работал, он у них работал человеком, который готовил все эти трафареты, промывал их там кёрхером, значит, короче, он был техническим работником, он там делал всё, кроме дизайна. Дизайн самих вот принтов делала его очень хорошая подруга, и я сам её тоже знал, не так близко, как он, она выпускник грековки тоже, когда-то она училась в грековке, она была очень хорошим художником, и на тот момент уже хорошим дизайнером, она этим всем занималась, и по какой-то причине она ушла оттуда, и у них стал вопрос о дизайнере. И как раз в тот момент, когда мне Вадик предложил поехать в Москву на Стеклодуво учиться, ко мне пришёл Вовчик и говорит, слушай, Глеб, ты же фотошоп там уже немножечко знаешь, ну, я к тому моменту уже его немножко расковырял там, ещё там, будучи в офисе, я действительно настропалился по фотошопу больше, чем потому, что нужно было, ну, то есть, поэтому я это. Тебе это было интересно, ты был мотивирован по этому. Я был, да, но при этом, видишь, я как бы поступил глупо в плане того, что лучше бы я всё-таки делал, наверное, то, что это самое, то, что мне нужно было, ну, хотя это, да, на тот момент, короче, сейчас-то нормально всё, вот, в общем, он говорит, ты же знаешь там уже что-то, я говорю, ну, знаю, говорит, давай зайдём к нам, и ты с ребятами поговоришь. Там есть Витя Панов, он сам всё хорошо знает, но просто он, как бы, этим не занимается, потому что он, ну, он коммерс, он там всякими коммерческими делами занимается, управление, ну, управленческими делами, как бы, но он хорошо знает просто весь пайплайн, тогда не было такого слова ещё пайплайн, но, как бы, подразумеваем, что это, он знает вот эту работу всю, фотошоп, как готовить к шелкатофорету, то есть, все эти технологические особенности, он тебе всё это подучит, объяснит, пойдёшь к нам работать, типа, я просто им про тебя рассказал, они приглашают тебя туда к нам, и я зашёл к ним, я устроился туда работать, нашёл ка-трафарет, я там работал, вот, я таки научился там постепенно, сначала у меня, конечно, хреново получалось, были всякие фейлы, всё, но мало-помалу научился делать всё правильно, вот, потом ушёл Вовчик оттуда, я остался сам, у ребят какой-то кризис возник, ну, скорее всего, даже не у них, а просто какой-то рыночный кризис возник, я не помню, это был... Может, просто пришёл... Это был как раз где-то год, по-моему, 2002-й или 2003-й, что-то такое, что-то там было такое, да, но, в общем, Вовчик ушёл, я какое-то время вообще один работал, то есть, я делал дизайны, я спускался вниз, готовил трафареты, засвечивал их там сам, как бы там специальные эмульсии затягивал эти сетки, шёлковые... Тебе нравилось эта работа? Мне нравилось дизайнерить, но, конечно, вот этой фигнёй заниматься мне не сильно нравилось, но так как это нужно было, ну, я делал, и думаю, ну, пригодится, может, когда-то, не знаю, ну, то есть, поработать руками. Какое-то время я это всё делал, а потом, как бы, и меня это задрало, что я один, и я начал понимать, что и это дело бесперспективное, потому что всё больше загибается, там кто-то ушёл уже из ребят оттуда, ну, то есть, я понял, что постепенно они сейчас сами к этому интерес потеряют, скорее всего, станок, скорее всего, куда-то там продадут или ещё что-то, в общем, это... Какой-то, в общем, возник кризис, и я, в конце концов, оттуда ушёл, вот, и, ну, в общем-то, с этого началась моя дизайнерская карьера, короче, то есть, я начал, я стал дизайнером, я после этого работал во многих местах, в типографиях разных, там, в рекламных агентствах, как бы, и всё такое, и через вот эту вот череду этих работ нигде я особо долго не задерживался, но везде я успевал чему-то новому научиться там потихонечку, всё лучше и лучше у меня там что-то получалось. То есть, в какой-то момент получилось так, что я заработал денег на свой первый компьютер. Как это было? Я, значит, приехали сюда пара ребят из Запорожья, они тут решили сделать, в Запорожье была такая большая типография, холдинг, и они приехали в Одессу с целью открыть тут филиал этого запорожского холдинга. Они приехали вдвоём, типа, я так понимаю, что их начальство там из этого холдинга послало сюда одного как директора этого филиала, а другого как менеджера, и они начали искать дизайнера, я подвернулся, не помню, как уже это получилось, где я об этом услышал и где я нашёл этих ребят. Но, короче, я к ним устроился, они сняли офис на базарной, где стрекоза, вот это высотное здание, там, рядом с базарным сквером, вот, на восьмом этаже. Я там у них работал, и в какой-то момент к ним пришёл интересный заказ, надо было сделать серию упаковки для колгот для Одесской чулочной фабрики, она где-то на Разумовской находилась. И, значит, они там говорили-говорили, не договорились, а я в это время стоял в коридорчике, курил, и тут выходит этот мужичок, который приходил с этим всем делом, и он увидел меня, говорит, слушай, ты же там дизайнер, типа, я говорю, ну да. Он говорит, а ну идём покурим отсюда, в другое место куда-то. И, значит, он меня отзывает и предлагает мне, короче, мимо кассы сделать, как бы, этот заказ. Одесский бизнес. Да. Отлично просто. Говорит и как бы, но, говорит, такое дело, придётся, типа, откатнуть мне, и, в общем, мы договариваемся, и я делаю эту упаковку, я там нахожу, я там беру свою… Глеб, ну у тебя же хорошее чутьё, а чего ж ты на эту разводню пошёл? Ну почему разводняю? Так я купил компьютер себе, это же не разводня, короче, это нормальная тема, вот. Но это же совсем нечестный бизнес. Это нечестный бизнес, но… Но они, при этом они не договорились по цене, то есть всё равно это не их, получается, уже был клиент. Они не договорились, и они… Ну, да. Потому что я думаю, что они, скорее всего… Если бы он вышел из здания, и вы с ним встретились случайно, ещё ладно, но он же даже из здания не вышел. Он меня видел просто, когда… он же не один раз приходил, понимаешь, а приходил несколько раз, он просто наблюдал за рабочим местом, и потом, когда уже в очередной раз он там вышел от них, когда они уже совсем не договорились, он подошёл ко мне, и мы с ним тоже не с первого раза договорились. Где-то мы там пошли с ним кофе попить, он начал спрашивать меня, да, ну неважно. В общем, я сделал это дело. Сделал, и да, заработал я денег, и купил себе первый компьютер. Это был Celeron 700, по-моему, ещё и даже там какой-то Creative Leaf 5.1 Soundplaster, ну, то есть колоночки я там свои морские какие-то купил. В общем, в общем, да, я купил себе нормальный компьютер, и это был реально хороший старт, потому что я смог наконец-то, ну, учиться по нормальному своему делу не только где-то в офисе, там, по вечерам, по ночам, ну, как бы, а просто себе дома, ну, за своим… И ты дома начал учиться? За своим оборудованием. Начал учиться, конечно, ну, то есть как учиться? Обложился литературой, тогда же не было ещё интернет, ты до интернета дозванивался по Диалапу, как бы, никаких тогда ни гуглов не существовало, ничего. Не говоря уже о Гугле, там даже никаких этих каналов, ни Ютуба, ничего не было. Ну, то есть всё было просто на староконке, Библии все эти, как бы, всё такое. Оно всё было, но оно только-только-только начинало стартовать. То есть у меня тогда ещё был 98-й Windows, я начал потихонечку учиться, и уже тогда, уже тогда я начал задумываться, что очень круто было бы макнуться в 3D, но я не знал, как это сделать. Просто мои попытки открыть 3D Max заканчивались тем, что я делал чайник, который там уже есть, то есть тыкал просто… То есть ты вытаскивал примитив на сцену и всё, и на этом всё. Да, смотрел, вертел, да, прикольно, что ты там пытался какие-то вертексы двигать на бум, на угад, книги у меня, кстати, не было тогда, я не помню почему, то ли не было денег на тот момент, чтобы её купить, то ли ещё что-то, то ли у кого взять погонять не было, как бы, но я уже просто знал, что есть такая отрасль, как 3D-моделирование, и мне хотелось этим заниматься, но я не знал, как к этому подступиться, и поэтому я это оставил. Думаю, да и хрен с ним, как-нибудь я дойду до этого, наверное. Стал я просто заниматься дизайном широкого профиля, то есть я, я же говорю, что я работал с тех пор и в типографиях всяких, то есть и в рекламных агентствах делалась наружка, это всё, что тогда делали все дизайнеры. И как-то так я добрался постепенно до Абы Софта, который тогда назывался не Абы Софт, а Риэлтор 3D, по-моему. У них, кроме отдела, который занимался, собственно, разработкой там веб-софта и рекламного отдела, который верстал каталоги для АТНа, АТН, если ты помнишь, это American Technologies Network, это ребята, которые в Америке делают всякие прицелы и приборы ночного видения. И вторая небольшая там тоже часть, то есть там всего было человек 30 на тот момент. Ты же помнишь, сколько их было, когда ты пришёл работать? Ну, человек 500, наверное. Ну, не 500, я думаю, человек 200 было, 500 это ты, наверное, загнул, но человек 200... Что-то мне казалось, что на 9-м было больше людей. Это самое, ну, человек 200 было, ну, много было, да. На тот момент, когда я пришёл, там было 30 человек, и вот из них человек 10 было в АТН, и человек 20, сугубо программисты, они были, вот, занимались ринг-централом. Вот. И я пришёл сначала работать туда, в рекламный отдел АТНа, вот, и начал там верстать каталоги, вот. Потом начальник Андрей Старцев узнал, что я, как бы, человек служивый и не чужд оружия, и он говорит, слушай, а нам нужна модель. Очень часто в фотостудии нужна модель для того, чтобы фотографировать всё то, что вот мы тут делаем, как бы, на оружии, а у нас тут никто не умеет держать автомат в руках. А ты уже тогда выглядел достаточно специфически. Ну, может быть, ты, да, может быть, ты, ну, попробуй. Ну, и я, как бы, попробовал, в общем, мне это тоже зашло, это же прикольно, да, поиграться, вот. Потом у них там эта студия сначала представлялась довольно жалкое зрелище, то есть все эти приборы, которые они делали, они были, но оружие они покупали на седьмом километре в пластмассовые вот эти вот китайские, которые стреляют пластиковыми шариками штуковины, которые можно фотографировать только где-то метров с десяти, там, чтобы не было видно этих швов и болтиков, и всего этого, ну, и вообще этого пластика, да. И вот в какой-то момент директор Алексей, которого ты знаешь, задумался, что надо, наверное, короче, поискать что-нибудь более путёвое. Тогда начал становиться популярным стрейкбол, да. И вот. У меня, кстати, оказались какие-то там «Седьмая вода на киселе» знакомые, которые этим занимались. Я даже как-то с ними на большевике даже играл один раз. И как тебе вот, человеку, который учился всему этому по-серьёзному, как стрейкбол? Вот я к нему несерьёзно тогда отнёсся. Ну, то есть я этим вообще присытился ещё тогда, когда служил. Причём тогда там были и ребята, которые даже, ну, мужики, даже взрослые, не то что ребята, их там немного было, в основном как раз там была всякая пацанва, ну, такая, наших вот. Но были и люди серьёзные, которые в том числе даже сами там где-то работали, типа там в милиции там или где-то служили. И я вот их не понимал. Пацанов я понимал, а вот этих мужиков не понимал. Им настолько странно нравится стрелять людей, что они ездят даже стрелять людей. Ну, как-то вот, да, как-то странно. Ну, неужели не хватает этого на службе? Я этого не понимал. Короче, стрейкбол мне не зашёл особо, но просто у меня эти знакомые были. И тут мне как-то Андрей, ну, наш тимлит, говорит, слушай, нужна для съёмок винтовка Remington P700, это стандартный винтарь полицейский, вот. А я просто подавал им пару раз идею, что можно было бы оснастить студию несколькими единицами стрейкбольных приводов, потому что они выглядят довольно хорошо, и их можно снимать. Если под правильным углом, да, они выглядят как настоящие. Да, ну, там главное, там есть парочка таких мест, куда лучше не направлять фотоаппарат, а в целом они очень неплохо выглядят, да. Ты говорил, что у тебя там есть кто-то, вот нужна винтовка, что скажешь? Я говорю, ну, я узнаю. Я, короче, звоню подруге своей, которая тогда меня вывела на этих ребят, с которыми я играл, и я говорю, слушай, так вот такое дело, как бы, ты не можешь меня свести опять с ребятами, потому что нужна вот одна вещь, как бы, надо это. Она мне дала контакт одного парня, я, значит, звоню ему, говорю, Костя, нужна винтовка Remington P700. Он говорит, слушай, а у меня как раз товарищ вот её продаёт, тогда ещё были… Слушай, P700 или M700? Нет, P700. P700? Да. Это разные винтовки? M700 я вообще не помню, есть ли такая, но это стандартная болтовая магазинная винтовка вот такая вот. Ну, да, Remington. Ну, да, она P700, короче. Хорошо, хорошо. В общем, это самое. Я говорю, мне, в принципе, не интересно, как она работает, мне главное, чтобы она выглядела нормально, потому что нам не для стрейкбола, а для других целей. Он говорит, ну, неважно, говорит. В общем, мы с ним встретились на первой станции Черноморской дороги, мне выделили 300 долларов. Она стоила 300 долларов у них там, ну, они её за 300. Я сказал своему начальнику, тот сказал Алексею, Алексей выделил деньги, мне дали эти 300 долларов. Я, значит, еду к ним навстречу, как сейчас помню, через Ивановский мост на троллейбусе, пощёрся, кладу эти 300 долларов в задний карман. Когда я выходил из троллейбуса на остановке «Приватбанк», они у меня были, я их пощупал, я их всё время прищупывал, потому что я понимал, что они у меня в заднем кармане, и что задний карман – это чужой карман, поэтому я всё время их это. Но когда я вышел и уже пошёл пощёрся, она тогда ещё не была такая, как сейчас, красивенькая, это до реставрации, а там ещё была чуть ли не грунтовка такая плохая, может, помнишь то время, она была довольно забитой, короче, улицей. Я пошёл и решил по дороге зайти к товарищу, и пока я шёл, если ты знаешь, у заднего кармана, если туда положен какой-нибудь тонкий бумажный лист, у него есть такое свойство, что этот лист постепенно поднимается, поднимается, поднимается от движений твоих ягодиц, и выпадает. И у меня выпали 300 долларов, и я этого не заметил. И когда я встретился с этим Костей на первой станции, они подъехали на машине, открыли мне багажник, там эта винтовка лежит, значит, говорят, смотри. Я такой посмотрел, ну, как бы, да, прикольная штука, там поклацывал, ещё на нас люди так смотрели. Я, кстати, довольно сильно переживал, что сейчас кто-то там заявит, что люди в открытую там стоят с оружием, как бы, но ничего такого не случилось. Значит, я посмотрел, говорю, подходит, лезу в карман, а денег нету. Я такой раз-раз-раз-раз, денег нету. И я понимаю, что это полная торба, потому что я не так давно-то пришёл и устроился, мне дали, доверили 300 долларов, чтобы я купил эту штуку. И тут такой попадос, и я говорю, ребята, вы не поверите, я потерял деньги, которые мне выделили. Они такие, а, ну, окей, такие, чик, багажник, я говорю, нет-нет-нет, вы не поняли, подождите, вы не можете уехать просто там, мне эта винтовка нужна в любом случае. Они говорят, ну, чувак, как? Я говорю, блин, я не знаю как, давайте решать. Давайте, я говорю, я вам сейчас что-то в залог за неё оставлю, её заберу, а потом на неделе я вам отдам эти 300 долларов. Они такие, ну, окей, а что ты в залог оставишь? Я такой, ну, не знаю, там, цифровик подходит, фотик? А у меня дома лежит чужой цифровой фотоаппарат, который я взял погонять. Ох, ну, это ж попадалось, Глеб. Я, короче, это самое, да, ну, вот была такая история, ну, блин, ну, очень сильно мне надо было решить этот вопрос. В общем, да, оставляю я им фотоаппарат, потом я им отдаю, всё нормально, фотоаппарат забрал, винтовку принёс на работу, никаких проблем. И только потом, через там где-то, ну, может, полгода прошло или год, у кого-то там днюха была, и когда вот на днюхе там все выпивают, знаешь, у нас тогда ещё можно было выпивать, конечно, вот. Это потом уже, помнишь, безалкогольную компанию у нас устроили? Я не помню безалкогольную компанию, я же тогда как раз бросил пить. Я же пришёл в вопросов, это я бросил пить, вот в самое начало. И для меня всё, что касалось алкоголя, у меня вызывало сразу больше отказ. Но ты, кстати, больше не начинал. Нет. Отлично. Это очень круто. Я это очень сейчас поддерживаю. Любые такие начинания любого человека очень поддерживаю. Ну, короче. В общем, и мы там, ну, немножко выпили, знаешь, на этой днюхе. И я своему начальнику, вот, непосредственно, Тим Лиду говорю, Андрей, а ты помнишь, говорю, с винтовкой, ну, это дело? Он говорит, ну, да. Говорю, прикинь, а я-то тогда посеял 300 долларов. Ну, и рассказал ему всю эту историю. Он начал ржать и говорит, а что ж ты не сказал? Я говорю, а вот ты себе сейчас на моё место поставь. Я тогда пришёл, две недели проработал, тут мне дают 300 долларов. Я прихожу и говорю, что я их потерял. Ну, как-то очень... Он говорит, ну, вообще-то да. Говорит, я тебя понимаю. В общем, вот такая вот история была. Всё дальше, в общем-то, всё прозаично. Дальше я работал в этом отделе. А, надо сказать, что сначала работа была интересная, но потом как-то стало очень тускло. Постепенно свёрстки каталогов, каких-то плакатиков прикольных, там, с вот этих всех фотографий, как-то мы там всё у них начало глохнуть. Там ещё у руководства АТН какие-то тёрки начались. И вот мы сидели и просто всем отделом ресайзили какие-то маленькие старые джипежечки там в какие-то каталоги. То есть, я понял, что я начинаю деградировать. И, ну, это... Но в то же время, думаю, ну, не знаю, может, это временно, подождём, что получится, может быть, скоро пойдёт. Сколько ты ждал? Вот. Ну, не сильно долго. Просто появился Витя Богомолов. Вот. Вообще, в принципе, появился такой вот незнакомый человек, который что-то там начал делать в каком-то отдельном кабинетике. Сначала он, по-моему, вообще один был. Потом кто-то сказал, вот этот человек делает игру. Дело в том, что когда я пришёл туда работать, я на компе, на своём служебном, нашёл рабочие файлы из какой-то игрушки. Я это понял. То есть, были какие-то, ну, какие-то атласы текстурные там я нашёл. Я, кстати, ещё даже не знал, что они называются текстурные атласы. Я тогда был не при делах. Но я нашёл, и я понял, что это какая-то игрушка. И тут мне парень, который там работал дольше, чем я, он мне говорит, а это когда-то на самой заре, когда только вот всё началось, ребята пытались делать какую-то игру. Вот. Но что-то у них там не пошло. И вот это вот её остатки, вот это ещё, ну, тут до тебя работал там такой-то, такой-то. Это вот он этим занимался, это, скорее всего, его файлы там остались, как бы, и всё такое. Ну, я просто поинтересовался, говорю, Коля, а что это у меня там на компе за история такая. Вот. Ну, и прошло вот время, там год где-то или полтора, прежде чем появился Витя. И вот появился Витя. И кто-то мне сказал, этот парень там вроде бы они какую-то игру делают. Что-то там Алексей придумал. И, ну, я говорю, ну, окей, прикольно. Вот. И дальше себе сижу и JPEG эти ресайзю. И, в общем, ресайзю я, ресайзю. И тут в какой-то момент Андрей наш вот темлиц где-то в коридоре или в кухне меня отзывает в сторону. Говорит, Глеб, слушай, у нас тут сам видишь какая история. Я понимаю, что тебе не сильно интересно, что ты хотел бы работать, ну, что-то делать более творческое. А тут у нас совсем сейчас какой-то ступор, но есть такая тема. Ты знаешь, что тут есть ребята, которые вот делают игру. Я говорю, знаю. Алексей попросил узнать у тебя, не хочешь ли ты им помочь? Им нужна помощь художника. Я такой, ну, конечно, а чего же нет? Ну, раз тем более делать нечего, давай, я с удовольствием. Приходит Витя, ставит мне там, ну, объясняет, значит, всё, что они там делают, как бы объясняет какой-то тезе. И я, даже не перебазируясь к ним в кабинет, просто на своём рабочем месте, вот где я сидел, там и продолжаю сидеть, но я начинаю заниматься этой игрой. Это была первая игрушка по типу Чапаева. Бжуки. Бжуки, да. Бэтлбакс она сначала называлась, потом как-то ещё по-другому, ну, там несколько раз название менялось. Ну, короче, я, в общем-то, сделал всю графику для этой игры. Надо сказать, что игра была до этого, уже она была, и просто надо было перелопатить полностью всю графику, заменить на ней. То есть всё, и UI, и, ну, вообще полностью, ну, оставить механику. Ну, корр-механика остаётся, корр-механика – это Чапаев. То есть ты просто свайпом запускаешь свои фишки в чужие, как бы сбиваешь их, выбиваешь с доски, там ещё какие-то, по-моему, просто выбиваешь с доски, там какие-то мины ещё были, которые могли взрываться, что-то такое. И вот стоит задача просто переделать эту игру, но там были космические кораблики, и она вся довольно такая мрачненькая была, и, ну, не сильно она, видимо, оцепляла, может быть, поэтому она и не пошла. И, кстати, это была как раз именно та игра, остатки от которой я нашёл у себя на компе. То есть я понял, что они просто решили возродить всё. Вот. Как раз начала гейминдустрия потихонечку набирать оборотов, ну, вот именно мобильная. То есть… Ну, это как раз второй iPhone. Да, второй iPhone, да, это мой iPad там первый, по-моему, в общем, что-то такое. Стала задача сделать яркую, прикольную игру, которая бы зашла детишкам, в то же время и взрослым было бы интересно играть. То есть мы вот все вместе подумали и сошлись, что это будут шмели и божьи коровки. И я нарисовал графику, нарисовал UI-чик. Ну, там было всё просто, на самом деле. То есть нарисовал, всё сделали, игра работала, всё нормально. Ну, и как бы я нарисовал, окей. И сижу дальше JPEG-ресайзю. Вот. Ресайзю, ресайзю. И понимаю, что это полная фигня. Вот только что я занимался настоящей крутой работой, а тут я опять какой-то ерундой занимаюсь. И мне уже вот это вот уже совсем мне не нравилось. Я уже как бы это. И тут я выловил в коридоре видео в какой-то момент. А, что интересно. Мне заплатили денег в два раза больше, чем я получал в своём отделе за эту штуку. Когда мне дали зарплату, я очень удивился. И я к Андрею подошёл и говорю, а что это за фигня? Мне же вроде не повышали ничего. Он говорит, это тебе за игру. За то, что ты помог ребятам. Я такой, окей. Это очень было прикольно для меня. Неожиданно, удивительно, прикольно. И я такой как бы вылавливаю видео в коридоре. Вот как раз вот как я получил зарплату, буквально сразу на днях я выловил видео. Говорю, Витя, слушай, там ничего не намечается больше, ну вот такого ещё, потому что мне понравилось. Он говорит, ты знаешь, я как раз хотел даже говорить с Алексеем, чтобы он вообще, если ты, конечно, сам не против, чтобы он согласился тебя отдать нам. Ну, из того отдела ты это самое, как ты на это смотришь? Я говорю, а как я могу на это смотреть? Ну, ты что? Он говорит, ну, окей, всё, тогда считай, это решено. Тебя устраивает такая зарплата, вот как ты получил? Я говорю, конечно. В два раза больше? Да, меня полностью устраивает. Он говорит, окей, всё, я понял тебя. И это как раз перед Новым годом было, перед, по-моему, 2008, что ли, или 2009, я вот сейчас уже не вспомню. Ну, короче, и сразу после Нового года, когда эти праздники прошли, отгуляли, я вышел на работу уже в этот отдел, и мы начали заниматься слинкшот-ковбоем. Сначала был один Витя, а потом, когда уже эта игра стартанула, появился Ваня, ну, как бы они уже работали вдвоём, но они у себя там в кабинетике, я делал это в своём отделе. А потом, когда я уже пришёл на ковбоя после Нового года, то там уже был Вася и Валя, кроме них двоих, и я был пятым. Ну, и всё, мы начали заниматься этой игрой. Потом появился, по-моему, Жора, и потом мы переехали на греческую. Скажи мне, сколько ты с Аббасофтом протусил? Я протусил 11 лет с Аббасофтом, чувак. Я никогда столько нигде не работал. Ты там меня спрашивал, ну, не спрашивал, а когда ты мне там говорил, о чём мы там примерно будем разговаривать, ты про фейл, короче, про эпический там написал. Я тебе потом свой фейл расскажу ещё. Вот, в общем. Здесь не хочешь, да? Нет, я скажу сейчас, из-за того, что я так долго проработал, до этого я, ну, во-первых, я как бы проработал долго, но Аббасофт он один, а я в двух разных отделах. Сначала я в АТН работал, и когда я перешёл в игровую индустрию, для меня всё поменялось. Но так как я туда пришёл легко, без всяких собеседований, без ничего там, а я просто уже был. Я был, вот, и я просто пришёл. И поэтому я всё время, пока я работал в Аббасофте, вот, в нашем BVG, как бы, вот, в нашем отделе с играми, я ни разу не задумывался о портфолио. Ни разу. Именно о игровом портфолио. Поэтому это был мой самый эпический фейл, как раз, именно профессиональный. Я его не собирал, и когда мы оттуда разошлись, ну, короче, возникли у меня трудности с тем, чтобы мне просто найти нормальную работу, потому что любого специалиста такого, как вот я, там, или ещё кто-то, любого игродела, артиста, оценивают, ну, то есть, по одёжке-то встречают, по портфолио. Ну, конечно. То есть, без портфолио, ну, тебе скажут, чувак, а где, а что, аж чем ты занимался 10 лет, ну, как бы, вот такая фигня. А я-то 10 лет, ну, не 10, там, ладно, именно в игровой команде я меньше работал, но всё равно, ну, сколько, всё равно тоже лет 7 получилось. Слушай, у меня, я когда в Лофт приехал даже, это ещё в 15-м году, я приехал в Лофт, и через год или через пол, ну, по-моему, в районе года прошло, я ехал на конференцию. И я начал готовить своё, типа, условно, портфолио, и начинаю собирать. И ладно, там первая моя студия «Рога и копыта», никакой информации, в интернете почти ничего нет. Я как-то на своём компе нашёл какие-то скриншоты, которые я делал, там, баги выделял, и вот из этих багов, которые я выделял, там, как-то скриншоты я какие-то выбрал. А потом пытаюсь найти Аптюрн, и ничего не могу найти. Просто интернета нет. Ну, то есть, нету следа. И я такой, а что же делать? И я там тоже у себя на компе. Не, ну, что-то я нашёл, конечно, по пейберпасу я что-то нашёл, но «Рогатку» я так и не нашёл, например. Про «Слиншот зомби» я нашёл только у себя на компе. Хорошо, что я там что-то сохранял. Ну, у меня есть кое-что, если тебе понадобится, свести. Слушай, у тебя есть-то девочка? У меня есть скриншот девочки, которую ты тогда нарисовал. Да, есть. Она даже у меня сейчас уже в портфолио есть. Я просто помню эту прекрасную историю, когда это был канун Нового года. Я расскажу её, как я её помню. Канун Нового года ты пришёл на работу чёрного цвета, потому что у тебя что-то с машиной было, как обычно, и погода была хреновая, и всё было плохо. Ты пришёл, у тебя было плохое настроение, ты сидишь, и от тебя прям расходятся эти чёрные лучи. И что-то мы должны были делать. Это мы как раз обсуждали переделку игры в очередной раз. И ты сказал, что ты что-то придумал, нарисовать какую-то девочку, девочку-зомби, ребёнок-зомби. Мы такие, да. И вот ты её начинаешь рисовать, и прямо начинает вот эта вот тёмная куча сходиться, сходиться, а потом она расходится, и ты начинаешь сидеть и такой улыбаться. И у нас в конце последний стендап, по-моему, в году мы расходимся. Ну, не совсем так, но там и ты позвал всех, и такой, посмотрите, чуваки, и ты показываешь эту девочку, у тебя там уже была какая-то базовая анимация сделана, как она нож это достаёт. И мы все смотрим и в офигении просто, потому что, ну, блин, ну вот, ты вот взял вот эту вот всю чёрную массу, которая в тебе была, вот этот весь этот негатив, ты в неё её выплюснул, и она получилась настолько крутая, и она вот такая вот мрачная. А я помню, ещё было несколько вариантов, и мы ещё отправляли её на опрув дальше. Типа какая-то была очень такая мрачная чёрная прям, а вторая была помягче, и мы, по-моему, вторую взяли. Первая была какая-то совсем чёрная. Но при этом, в конце концов, всё равно потом появился Коля Минаев, который предложил совсем детскую и прикольную графику, потому что моя была слишком мрачная для детей. Ну, то есть, она реально была страшная эта девочка. Вот эту девочку, первую, по-моему, это страшную, Коля предложил её сделать более детской, и вот мы более детскую выбрали. Более детскую сделал Коля. Вот тут девочку, которая там осталась в последнем релизе, это была Колина работа, не моя. Так я же про неё говорю. Там ещё перед ней была разве? Да, там перед ней была намного более страшная девочка. Я тебе её покажу в гугле, когда мы закончим. Ага, окей. Ну, она у меня где-то набихается. Я уже не помню просто. Вот, нет, вот та девочка, которая была с ножом, была Колина, а до неё была девочка, может быть, даже это ещё до того, как вы пришли, но вы её должны были всё равно видеть. Там же была другая графика до того, как Коля пришёл. Да, я помню, там была другая графика, но у меня её не осталось. И она, вот эта вот графика, она реально была страшная, но я их нарисовал всех страшными, и поэтому она и не пошла так сильно. Тогда решили переделать именно под что-то более такое мягкое, и сделали мультяшных таких персонажей, потому что я, несмотря на то, что рисовал векторную графику, я их даже в векторе смог сделать страшными, короче, ну вот так вот. И поэтому тогда приняли решение, что надо переделать. Она немножко, она вроде бы где-то продавалась, эта игра с таким, с этой, ну вот с этой графической оболочкой, а потом, когда появился Коля, ну тогда, кстати, вместе с Колей, по-моему, появилась тогда Алена, и появилась... Не-не-не-не, Алена намного позже пришла. А, да, тогда Тоня ещё у нас была. Коля, смотри, пришёл я, и через неделю или через две пришёл Коля, потому что он был ещё в предыдущей... Пришёл Лёша Камолов, он сначала приходящий к нам был, по-моему, да. Лёша приходил, помогал нам, а Тоня проработала ещё год, по-моему, и потом только пришла Алена. Ну да, может быть. Ну, я помню, что тогда сразу начался как-то штат увеличиваться резко, то есть вот мы вот вроде работали вот этой вот всей, вот как мы ещё начали с линшотков боя, мы долгое время работали вот этой командой, и вроде бы никто нам больше не был нужен, работали, 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 и тут раз, и вдруг начинает распухать наша команда, знаешь, то есть приходишь ты, приходит Коля, приходит Лёша, сначала он ходил-ходил так просто, а потом он совсем к нам пришёл, кто там ещё появился. Ну, в общем, у нас же даже вот не было геймдизайнера как такового до вас с Колей, вообще, да, мы сами себе как бы были геймдизайнеры постольку-поскольку, ну, то есть, хотя всё из-за того, что мы просто переделывали уже существующие игры, и, в принципе, может быть, на том этапе как-то ещё сходило с рук отсутствие нормального геймдизайна, как бы, ну, геймдизайна нормального, знаешь, потому что мы всё время переделывали старые игры, то есть, начиная с вот этих божьих коровок, это была старая игра, потом Слиншот Ковбой, мы его просто тоже как бы обновляли графику, освежали, потом просто на основе, на механике Слиншот Ковбоя появились зомби, ну, вроде бы, как бы, уже сеттинг другой, но механика одна и та же, то есть, тоже как-то, и вот только потом, когда уже начали задумывать Paper Pass, короче, который потом Maze Mash'ом стал, только на этом этапе уже решили, что нужно, ну, серьёзных специалистов привлекать к этому делу. Да, я помню, что задача была закончить, привести зомби к какой-то точке. Да. И запустить совершенно новый большой проект, на который пришло много лет. Да, потому что вы именно пришли, вы пришли не ради зомби, а вы пришли уже ради вот того проекта. Да, да, да. А просто зомби заканчивали, потому что он ещё длился, да. Скажи, пожалуйста, ты когда ушёл из АБСофта, как у тебя ощущение было вот уходить оттуда? Ты знаешь, я, во-первых, я, во-первых, я, во-вторых, даже не сам ушёл. Я оттуда не сам ушёл. Нас просто поставили в известность, что команда сворачивает просто гейм-направление, и вам, ребята, надо уходить будет, вам надо что-то искать. Ну, правда, предупредили нас заранее, хорошо, да, но для меня это всё равно было серьёзным таким обломом, поскольку, как я уже сказал, я за всё это время из-за своей вот этой ветренности вообще присущей мне и рассеянности некой не подготовил вообще никакого игрового портфолио, и я понял, что у меня ничего нет, чтобы сейчас искать работу, вообще ничего. То есть даже то, что мы делали, ну, смотри, когда я приходил устраиваться на работу последний раз по-человечески, как вот все, типа, ну, пришёл там, типа, то тогда ещё что такое было портфолио? Это была флешка с картинками. Ты принёс, стукнул её начальнику как бы в USB-шку, вы такие посидели, полистали, он такой, окей, давай сделай там тестовое, вот это мне тогда, когда я ещё в тренере работал, говорит, сделай вот для теста обложку для каталога. Вот представьте, что оружейный каталог надо сделать, и вот для него надо обложку. Я такой, окей, я ушёл домой, сделал обложку, всем понравилось, я пришёл работать. Сейчас же как? Там сториборды, арт-стейшны, бехансы, короче, там айчары, там психологи, ну, ты понял, да? И я один на один со всем этим огромным миром оказался после 11 лет расслабона, потому что, в общем-то, это был расслабон. Я же пришёл в геймдев без всяких собеседований, просто по факту того, что я сделал игрушку, Витя увидел, что я нормально как бы рисую, давай, чувак, идём, нормально всё получается, пошли работать. Вот так вот было. А тут, короче, вот такая история. Но до того, как я ушёл, ты же не знаешь, вы же гораздо раньше ушли, когда в пейпер-пасс загнулся, ну, как бы Мейзмэш, ну, выпустился там, не выстрелил, всё, мы там сделали ему постмортом, или как там это называется. Все начали потихоньку расползаться. Потом там же, я не помню, ты был ещё, когда с Мейзмэшем пытался уже не Влад, Влад же передал своему другу, тоже Владу, права на эту игру. Он, наверное, стал другой, чувак. Ты был ещё тогда? Ну, конечно. Это где-то в середине продакшена. Вот. Ну, когда уже он даже понял, что уже хватит, он, короче, нам предложил тогда совсем другим заняться. Он предложил нам сделать что-то на околосексуальную тематику. Ты был ещё тогда? Или ты уже ушёл? Нет, меня уже не было. Тебя уже не было. И это, слава богу. Потому что, когда он, этот самый Влад, который друг Влада, это дело, он же тогда приехал там из Штатов, как бы, и вот он с нами сидел в конференц-зале и начал рассказывать свои какие-то задумки и сказал, что ему очень хочется сделать игру на сексуальную тематику. Там все сразу начали краснеть, бледнеть, а Гена, который ещё тогда оставался, единственный 3D-шник, собственно говоря. Он, когда про это услышал, он после этого уволился. Вот он, как бы, после этого и ушёл. Там где-то ещё прошло, там, несколько дней, и он просто ушёл, как бы, ну, куда-то там в другое место. Я так понял, что он не хотел этим очень заниматься. А он, этот Влад, он просто начал рассказывать, что он хочет сделать, что он ждёт от этого. И когда ушёл Гена, я остался, как бы, а был такой момент, и когда я начал, я же не упомянул, когда я начал 3D-моделированием-то заниматься. Это как произошло? Это же на моих глазах произошло. На твоих глазах, да. Я ведь до этого вообще никак, и как раз подошёл тот момент, что вот, это давняя моя мечта. Я уже 10 лет назад, ну, как бы, в начале 2000-х, когда я только начал работать дизайнером, я сразу тогда понял, что 3D-это круто, но как в него въехать, я не знал, как бы, я всегда считал, что лучше всего въезжать во что-либо, вообще, что бы это ни было, на какой-то реальной задаче. Поэтому вот была трудность, короче. А тут, получается, вот мне опять же повезло во второй раз. Первый раз мне повезло, когда я попал в геймдев, когда меня просто без всяких этих взяли, и я стал работать. А второй раз мне повезло, когда был какой-то перерыв или затиши, и ко мне подошёл Витя Богомолов, который ещё тогда был, вот, и сказал, Глеб, а ты не хочешь 3D-шку выучить? Я сказал, очень хочу. Он говорит, да-да, давай, сейчас есть время, давай. Гена был первым, он был моим учителем, моей альма-матер по 3D, за что ему очень большое спасибо. Он не мудрство и лукаво сам не стал этим заниматься, а как настоящий человек, как бы, практически, и он мне просто подогнал книгу Цыпцина, которая называется «Понимая майя». И мне повезло в третий раз, что я стал майщиком, а не максером. Ну, это, конечно, это может спровоцировать, кстати, срачи потом где-нибудь там. Конечно. Вот, ну, блин, мы же провокаторы немножко. Максимая. Да. В общем, Гена мне подогнал эту книгу, он сказал, ничего не читай, сразу начинай главу «Полигональное моделирование». Это то, что нужно в геймдеве, то, что нужно нам сейчас, как бы, да. Тебе не нужно там всё остальное. Вот. И я тогда её вот начал студировать, эту книгу, и начал заниматься 3D-шкой, и пошла, поехала. И к тому моменту, когда Гена ушёл, я что-то уже умел, вот. И я остался один на один с вот этой вот задачей про вот этих, про это приложение. Короче, когда выяснилось, что игра на сексуальную тематику, то, какой хочет её видеть оунер, её не пропустит ни App Store, ни Google, ну, ни Play Market, он начал постепенно, как бы, ужимать свои желания, вот, в сторону цензуры. Самое главное, все, видно, как бы, испугались этой штуки, вот многие, я же говорю, что тогда и Гена, ещё кто-то ушёл уже из тех, кто там до последнего держался, я уже не помню, просто Гену помню, потому что Гена артист тоже был, 3D-шник. В общем, мы остались вот, я остался один на один с этой игрой, но так как я человек без комплекса, мне было пофиг, и даже было интересно над этой фигнёй работать, но самое главное, что мне это позволило макнуться в анимацию, потому что там надо было... Реалистичная анимация? Да. Во-первых, я сделал парочку моделек, и их надо было в одной сцене анимировать, то есть я, мне пришлось разбираться, как там загружать модель в виде референса, привязка к скелетам, как бы, вот эта скелетная анимация довольно сложная штука, и для меня это было вообще новое, я до этого же вообще никак в это не макался, хотя тоже хотел. И мне пришлось в этом всём очень быстро разбираться, я в этом всём, в общем-то, разобрался на тот момент, и у меня, я помню, вот в те дни, когда я дома сидел, разбирался, ковырялся, всё там это, у меня там что-то не получалось, постоянно вылазили какие-то баги с этими, с ригом, ну, со скинингом, это довольно сложная тема, а я, получается, никогда такого не делал, сразу, ну, мне пришлось это делать, и причём делать так, чтобы это работало. Я в те дни так сильно, как бы, загрузился этой фигнёй, что у меня так сильно вспухла голова, что я даже попал в ДТП. Вот. Я выезжал из своего двора и не пропустил на Терешковой чувака, который ехал просто мимо, ну, правда, там сложилась такая ситуация, там переход возле школы, и меня кто-то отвлёк на этом переходе, там какая-то, кто-то переходил, кто-то резко тормознул, кто-то начал ругаться, а я туда засмотрелся, а сам поворачивал в другую сторону. И я смотрю туда, и как бы выкатываюсь потихонечку, выкатываюсь из двора, и тут мне вот с той стороны прилетает, и он об мой этот железный бампер себе распарывает, как консервным ножом, всю бочину своей машины. Вот. И я такой, значит, ну, думаю, фу, а я только разобрался вот со всем, знаешь, вот, я только что всё понял, у меня только что всё заработало нормально, я понял, что я завтра приду на работу, и вот я смогу, ну, я этот этап закончил, я смогу дальше там двигаться уже, ну, как бы отдать, уже эту сцену отдать дальше там Вася, по-моему, вот. И тут мне прилетает этот тип, ну, я, правда, не стал вызывать страховую, ничего, я просто ему вынес денег из дома. Но разобрался, разобрался, мы сделали тогда приложение, это была даже не игра, потому что игру не получалось сделать то, как он задумывал из-за этого самого, из-за цензуры, из-за того, что не пропускали потом это. Даже там 18+, всякие эти не помогали, то есть, и поэтому он решил, давайте, говорит, сделаем хоть приложение, где они там будут, он нашёл какой-то аналог, там, где какая-то Камасутра, что-то такое, там, знаешь, типа, разные позы, и он говорит, вот тут просто позы, как бы, не анимированные, там просто вот листал, на планшете, как бы, листаешь, там разные позы, как бы, просто их можно со всех сторон рассмотреть, они даже без текстур, там, я помню, были эти модели, они розового просто цвета были такого, специально видно, чтобы не пропустили, да, он говорит, у нас будут текстуры, давайте, как бы, да, ну, мы их оденем там в нижнее бельё, и они будут, ну, они у нас будут анимированы, ты представляешь, я делал вот эти все похабные анимации, как она на него там вот так вот налазила, обнимала его на грани. Так они должны быть очень естественными, видно же, вот, вот, особенно вот сцены секса, они очень естественные, и любой человек... Ну, там не секс, а там именно вот такая вот, как полутанец, полупрелюдия, он даже это приложение обозвал как-то, типа, эротик-дэнс или что-то в этом роде, ну, как бы, они там вроде как просто обнимались. Смотри просто, их даже в кино хорошо видно, когда они нереалистично двигаются, это же живые люди, а с анимацией это ты очень хорошо упоролся. Я упоролся, я не скажу, что она, конечно, была прям хорошо сделана, она тоже была, ну, тем более, что это была моя первая работа, да, она была немножечко где-то тоже дёрганная, тоже где-то неестественная, ну, в принципе, всех тогда на тот момент устроила, его устроила, самое главное, да, ну, и как бы, и мы запустили, и даже эта штука вроде бы где-то там в App Store была какое-то время, вот, всё-таки. Самое главное, что ты хрень даже в портфолио не положишь. Вот в чём дело, потому что это какая-то стыдоба, и поэтому она у меня где-то там дома есть, я даже не знаю. Вот так, как ты её рассказал, вот, что ты делал анимацию естественных движений, очень специфических, но всё же, и у тебя получилось, ну, как аниматор, ну, ты красавчик. Не, ну, я, да, то, что я сделал, ну, кстати, у меня после этого, я, собственно, таких серьёзных больше уроков именно с анимацией не было, ну, я там после этого ещё пару раз что-то анимировал, вот, а так вот, такое сложное я не делал больше, вот, чтобы два, две модели в сцене, и они между собой взаимодействовали, там же ещё плюс весь этот коллайд, как бы это надо было смотреть, чтобы они друг в друга не проваливались, там, ну, всё вот это вот дело, да. То есть, такого я больше не делал, это был очень хороший опыт. Ну, это очень сложная работа. Хороший опыт, да, и спасибо, что я на этой хрени научился вот и освоил лозы анимации, потому что это мне потом уже стало помогать в дальнейшем. Ну, и всё, после этого мы ещё сделали пару игрушек, одну мы игрушку сделали аутсорсную, Play Infinity она называется, вот, про самолётики, есть игрушка, сайдскроллер с лыжником, довольно известная, не помню, как она называется, ты как геймдизайнер, может, знаешь, там, где лыжник летит, собирает всякие, всякие лут, короче, монетки, не помню, что она была популярной одной. Ну, может быть. Появился американский парень, который захотел сделать аналог этой игрушки, но с самолётиками, то есть летит самолётик, боковая проекция самолётика, он летит над всякими там препятствиями, собирает монетки, уворачивается от каких-то там штуковин, как бы, да, там, ну, мы сделали эту игрушку, Play Infinity, не знаю, чем это закончилось, есть ли она сейчас где-то в App Store или нету, но мы её сделали, к нам на тот момент появился Эдик у нас, программист, который работал в Доминикане удалённо с нами, вот, потом он приехал в Одессу и стал работать в офисе, потом опять уехал в Доминикану, а потом даже Лёшу Камолова туда выдернул, и Лёша полгода с ним там жил в Доминикане и тоже оттуда удалённо работал, представляешь, даже такая эта самая история была, да. Глеб, я хочу нас немножко сворачивать. Давай. Уже достаточно много классных историй, не хочу их размазывать. Какой совет бы ты себе дал в 15? Да, я, кстати, над этим вопросом думал, как на него ответить, даже когда ехал сюда к тебе, потому что вроде хочется очень много советов дать, а очень трудно среди них выделить главный. Я бы, наверное, посоветовал себе обязательно всегда сосредотачиваться на постоянном саморазвитии, вот, и беречь здоровье. Ну, как-то так. А что ещё можно посоветовать? Дело в том, что, чтобы ты не посоветовал себе 15-летнему, но ты 15-летний не послушаешь никаких советов себя 40-летнего, 30-летнего, 50-летнего. Поэтому это всё бесполезно. Всё будет продолжаться и вертеться так, как оно вертелось со дня сотворения мира. Но мне кажется, что я просто очень много времени потратил на всякие прикольные штуки, но не сильно полезные. Вот в чём дело. Поэтому просто надо помнить о том, что от 15 лет и до сегодняшнего дня время прошло очень быстро. В 15 лет ведь кажется, что у тебя впереди всё, а сейчас то ты понимаешь, что у тебя впереди это, сколько бы его впереди не было, но оно очень-очень быстро летит. Поэтому в 15 лет надо об этом думать уже. Ну, хотя бы стараться, стремиться об этом думать. Как-то так. Хороший совет. Спасибо. Давай заканчиваем. На здоровье. Спасибо. Спасибо. Спасибо.